КОЛОНИЗАЦИЕ ЛУНЫ 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 А, слушайте, а мы можем тебя вот сюда поставить. Раз, а второй, если что, мы пробурим. А, здесь даже он так и так влезает. Отлично. Тогда выбрали тебя. Дальше добавляем сюда конвейерную ленту. Пока у нас, кажется, есть денежки с одной. И, кажется, с другой стороны поставить. Да, две тысячи будет стоить данное удовольствие. Окей. Так, значит, как мы можем еще немножко эту тему раскачать? Естественно, одна боровая у нас не будет справляться. Я предлагаю вот все, что мы с вами здесь можем добывать и собирать прямо на земле, как раз-таки относить сюда для производства бетона. У нас здесь сможет сейчас влезть в склад или нет? Проверим. У нас он сюда не влезет, а по бокам. По бокам влезает. Хотя, наверное, это плохая идея. Нам лучше небольшой кусочек здесь пробурить, и тем самым мы его сможем туда установить. Давайте так, наверное, и сделаем. Да, у нас сейчас есть шахтеры. Да, есть. Выбираем тогда кисточку на Х1 и добавляем тебе, ну, наверное, пять блоков. Да, это наша стандартная шахта, поэтому по туннелям в плане. Поэтому ставим тебя сюда. Если будет мало, то пробурим еще один кусочек. Но, надеюсь, что хватит. А еще, что касается вот этой нашей зарядной станции, у нас они все время находятся наверху, поэтому, наверное, тебя я удалю, чтобы ты просто даже места не занимала. Вроде как готово. Дальше ставим сюда тебя. А, идеально влезает. Хотя, может быть, даже еще подальше поставить? Не, давайте ставить тебя вплотную. Единственное, мне теперь потребуется тебя как-то соединить. Хотя, я даже представляю, как, кроме одного момента... А, ну мы сделаем тогда просто шаг в две клетки. Правильно я посчитал? Да. Значит, тогда мы берем тебя отсюда и выводим вот сюда. Это первая точка. И отсюда, вот сюда, вторая точка. Сколько это будет стоить удовольствия? Восемь тысяч. Окей. Да, надо сегодня будет поторговать, потому что у меня есть дикое желание поднять производство на уровень Т2, Т3. Ну и конвейерные ленты тоже надо поднять на уровень Т2, чтобы здесь ресурсы, в прямом смысле слова, летали по этой шахте. Ну, это в идеале, конечно. Все будет зависеть от того, сколько мы сможем с вами заработать на торговлях и, конечно же, выполнении контрактов. Что касается тебя, естественно, сразу выбираем это хранение реголита и вперед с песней. Они сейчас будут все собирать и, по идее, конечно, туда закидывать. Процесс пошел. Ну, почти что, да. Да, они начинают потихонечку собирать. Это хорошо. Кроме этого, у нас с вами была еще точка, которую мы с вами можем разработать где-то вот в этом месте. Да, тут у нас есть кремниевая жила, да. Соответственно, давайте за нее тоже браться. Ну, допустим, пока сделаем наш туннель вот сюда. Да, господи, нифига себе, какой мим-проход, да, сделал я. Сейчас скорректируем вот таким вот образом. Ждем, когда прокопают. Я изначально думал, что когда мы будем с вами ставить дополнительные буровые и до них сделать отдельные производства. То есть, раз у нас будет титановая жила, то и производство пускай работает на нем. Хотя, на самом деле, в этом нет никакого смысла. Причина простая, потому что наши крутые и навороченные мультиочистительные заводы, они отрабатывают ту руду, которая к ним приходит. То есть, если вот в этой маленькой такой вот лепешечке, да, большое количество содержания титана, то, соответственно, он ее отработает и отправит именно туда, в ту линию, куда должен уйти титан. Следовательно, отдельное производство ставить нет никакого смысла. Но, если мы с вами будем увеличить общее количество добычи базового ресурса, то, скорее всего, при таких огромных объемах нам потребуется давать еще одного нашего паука. Но это не сложно, надо только тысяч, наверное, тридцать отложить для того, чтобы можно было поставить допконвейерные ленты. Но, опять же, будем уже отталкиваться только после того, как у нас вот все здесь заработает. Выться будем уже по месту это все дело решать. Ну и для вот этой, конечно же, нам жилы, тогда потребуется освободить дополнительное местечко. Мы это сделаем, а, наверное, сразу сделаем, да. Выбираем тогда нашу кисть, и, наверное, сразу на Х3, и как-нибудь вот таким вот образом досюда. Здесь у нас еще кремний тоже находится, но пока тебя брать не будем. И выводим вот сюда. А, наверное, прямо вот так максимально, что можно взять, мы с вами сейчас здесь сможем закрыть. Ну и сразу, конечно, закрашиваем. Отлично. Ждем, когда ребятки сделают. Ну а что касается этой точки, надо проверить. А, ну они бросили все дела и погнали туда. Хорошо, ладно. Мы пока попутешествуем, пока пооткрываем что-нибудь здесь интересное. Ну-ка, кстати, у нас тут что-то было открыто или нет? Здесь мы уже изучали. А вот здесь сканирование сделать. Тут у нас пусто, да, нифигашеньки нет. Ну туда, да, продолжаем движение сюда. Технологии давайте сейчас одно проверим, что у нас идет. Мы с вами хотели поставить выход в большие аккумуляторы, да, они у нас находятся вот здесь. Тогда, наверное, первым делом мы поставим лифт для конвейерных лент, чтобы можно было сделать подъем ресурсов, да, между уровнями. Первое, потом там получается идет топливный завод и следующее у нас идет аккумулятор. Ну а потом уже будем добивать по инженерии все и по социалке. А еще, а еще, нам тогда получается надо будет вот здесь задействовать производство трубок, иначе у нас это находится в пролете, да. Удаляем, наверное, вас. Вот эту точку, она здесь нам больше не нужна. Мы еще в прошлой серии планировали здесь все подрезать. Вот таким вот образом. Дальше. Это мы сейчас быстро все объединяем в одну линию. И здесь еще добавляем тоже плюс одну конвейерную ленту. Сколько это стоит удовольствия? Две сто? Окей. Тогда получается у нас здесь идет минус. Отправка, да. А как мы можем это обыграть? Что-то я, подождите, кто-то тут нарезал всего. А, не, есть идея. Стоп, отбой. Мы вот как-то на него поступим. Мы это сделаем вот здесь, до хранения шлака. И его будет близко отправлять уже по контрактам, да. Даже как вариант, наверное, добавить двойной блок вот таких вот размеров, да. И сюда мы тогда с вами ставим конвейерную ленту. Даже не ленту, а именно переход. С одной стороны вот здесь. Такой же переход вот здесь. Тоже 5200, да. Отсюда сюда. И отсюда вот сюда. А вот эту часть мы тогда можем удалить. Единственное, все равно нам денег не хватает. Шесть. Так, у нас 7300. А там требуется у нас 6400. Ну, отлично, тогда делаем. Ну, а здесь пока не будем ничего строить, потому что... Хотя... 900 всего лишь надо. У нас как раз-таки 900. Ну, прямо тютелька в тютельку, да. До самого финала мы тут с вами это все дело вложили. Добавляем раз. Добавляем два. Ну и все. Конвейеры продолжают работать. Единственное, нам также будут еще вкладывать деньги вот в эти станки. Потому что плавильные печи у нас, видите, не справляются с общим объемом того ресурса по железу, с какой сюда идет. Надо будет поднимать их, конечно же, скорость производства. 20000 это первый грейд. То есть, тир-1 на тир-2, да. И, естественно, потом дальше будет все умножаться. Мы с вами это уже проходили еще и по предыдущим заводам. Здесь сколько у нас требуется? Уже 70 тысяч. Короче, сегодня надо нам много денег. Прямо очень много надо денег подфармить. Не знаю, каким образом. Либо контракт, либо просто сбывать товар, весь этот груз, который у нас производится, и ресурс. Посмотрим. Пока ждем отработки вот этого куска. И, соответственно, дальше будем ставить плюс буровые. И придачу, что самое важное, конечно, не забываем еще о выполнении наших задач и миссий. Так, что по поводу скана? Давай посмотрим, в какой направлении нам двигаться. Куда-то вот сюда, да. Здесь все работает. Единственное, что я не установил, это электроэнергию, да. То есть не поставил столбы. Значит, тогда мы тебя замножим в эту сторону, чтобы было все симметрично. А, подожди, стоп, отбой. А мы тогда... А мы тогда вот так сделаем. Тебя сюда. Здесь мы оборвем. Здесь мы соединим. И здесь мы вот таким образом соединим. О, по-моему, отлично. Грузовик прибыл. Разгружаем. Лед на месте. Он шуршит дальше. Сейчас дадим ему еще какую-нибудь задачу. А я пока посмотрю, что мы можем продать. Значит, у нас 400 кирпичей, 1000 стали. Сколько там этих блоков у нас идет кремниевых? Это 240. Все остальное у нас... Кстати, как вариант, только земельные элементы продать, да? Просто продать, кстати. Это хороший вариант, наверное. Почем их можно сейчас скинуть? А ну-ка. Тем более, у нас там уже идут процессы изучения шахты, которые будут позволять это все дело производить. Да, давайте, наверное, именно с ними мы сейчас поиграемся, чтобы можно было быстро продать малое количество и на этом больше заработать. Капсулу меняем на максимально большую. И что касается самого материала, мы можем продать... А, мы не можем продать, потому что у нас сейчас денег нет на вызов самой капсулы. Черт подери. Тогда только контракт. Только контракты и ничего более. Ну, тогда стали и кирпичи. 500, а у нас 400. Блин. Конечно, тут, ребятки, я смотрю, ценные рубят мамонигарю. Не ценные, точнее, а количество, да? Которое они хотят. 500. Не, нам нужна сталь. Нам нужна тупо сталь. Это самый простой для нас вариант. А если с тобой вместе? 25, 350, 200. Ну, теоретически. Титановые пластины не хотел бы я сейчас продавать. Вот прям вообще бы не хотел. Зато 50 тысяч можем получить. А здесь 25, 200 и 45 можем получить. А здесь у нас в максималке будет 70 тысяч. Так, ну, давайте, наверное, да. Я, наверное, все-таки возьму этот контракт на 70 тысяч. Принять. Принять. Отправка ресурсов. Максимально большая сразу же всего и крица и вся. Тебя и тебя, если влезет. Влезает. Но только не в эту капсулу. Надо взять побольше. Так, место посадки. Какая первая? Вторая находится. Вот жалко, что они не подписаны на самом-то деле. Ну, в общем, выбираем. Хотя на самом деле здесь разработчики добавят, например, цифруку 1, цифруку 2. И привяжут ее к той картинке, которая у нас указана в точке торговли. Это все элементарно будет. Никто не будет путаться. Делов на 2 секунды буквально. Все, окей. Это мы сделали. Тогда, значит, соответственно, я думаю, имеет смысл быстренько убрать наших шахтеров. Чтобы они помогали отправку все это сделать. Потому что надо закинуть очень много ресурсов. И хочется успеть в срок именно в первый, да? Чтобы получить бонус. Все-таки 20 тысяч это серьезная разница. А грузовик у нас тем временем отправляется куда? Мы сейчас поищем, где мы можем что-нибудь забрать. Например, вот здесь, да? О, редкоземельный материал. Есть нанотрубки. Здесь у нас привезти ресурсы. И больше ничего по забору нет, да? Тогда двигаемся сюда. Забрать все. Отправить. Тем более, мы это находимся недалеко. Дальше. Возвращаемся к нашему роверу. Давайте смотреть и делать сканирование. Что у нас тут есть поблизости? У нас поблизости есть какая-то, кстати, очень достаточно большая петля здесь, да? У нас идет. Ну хорошо, поехали сюда. Кстати, по поводу редкоземельных материалов. Сейчас я перепроверю себя. У нас, получается, сейчас откроется перерабочих материалов. Минералов, точнее, да? Он нам дает вот эти пластины. Вместе он дает нам еще шлак. А это мы тогда сможем использовать уже для производства микросхем, да? Но нам для этого потребуются еще кремниевые трубки. Я предлагаю тогда все такое сложное производство уводить куда-нибудь вот в эту сторону. Потому что там у нас шахты. Здесь у нас идет база. В придачу идет как раз-таки то самое базовое количество производства ресурса, да? То вас мы будем выводить куда-нибудь вот сюда. Здесь надо будет покопать еще. Тем более у нас фиолка делается здесь. И... И, и, и... Если посмотреть здесь, у нас тоже есть небольшое количество... А, слушай, у нас здесь еще... Этот самый... Жила есть. Но, наверное, пока ее трогать не будем. В любом случае, да. Прокопаем здесь кусочек. И сюда это все дело выведем. Чтобы здесь центр нам уже не забивать. Ставим точку, что мы с вами якобы здесь были. Мы с вами здесь сделали допсканирование. И ставим общее сканирование. И момент истины. Две точки. Одна раз, другая два. Ну, поехали сюда тогда. Мне пока не принципиально. Успеваем по контракту? Да, пока вроде успеваем. Угу. Нифига себе. Вот это расход здесь, вы посмотрите. Так, окей. Двигаем сюда. Место, где должен был проходить конвой снабжения. Территория отправить. Объективность. Разбитая колонна. Осмотр техники показывает, что она серьезно повреждена и завалена обвалившейся породой. Колонна перевозила несколько резервуаров с сжиженным топливом и пару контейнеров с различными запчастями и электронной аппаратурой. С помощью роботов можно попытаться раскопать технику и достать основную часть груза. Но это может нести в себе риск. Также можно разобрать на запчасти главную машину и доставить... И достать легкодоступный груз. А, то есть у нас выбор, да? Либо собрать легкий вариант, либо попробовать рискнуть, собрать что-то покрупнее. Ну, давай попробуем добыть все. И что-то ничего не происходит. Может, надо что-то здесь еще раз нажать, а? Или надо время? Они там вроде как, наверное, копошатся. Так, разбитая колонна. Роботы успешно справились с разбором завалов, но при этом излечь груз повредили топливные резервуары. Произошла взрывная декомпрессия, повредившая уцелевший груз и оборудование. Водород был без окислителя, поэтому серьезных повреждений роботы не получили. Однако груз и топливо оказались потерянными. То есть мы получили какую-то такую малую часть, да, детали? Ну, и на этом, кажется, спасибо. Так, ладно, сканируем территорию дальше. Мы двигаемся с вами, ну, наверное, вот сюда сейчас, да? Контракт выполнен, денежки упали. Тогда обратно всех назначаем на рабочие места вот сюда. И еще нам надо продолжать дальше сканировать всю вот эту территорию. Тогда от этого датчика руды, детектора, точнее, руды мы избавляемся. И раз у нас шахта находится здесь, то давайте его перебросим куда-нибудь вот сюда. Сразу же так же его запитаем. Просканируем эту часть. Если хотя бы там одну, две, три шахты мы найдем, нормальные, то, соответственно, сразу будем туда ставить доп. оборудование. Если нет, то будем перебрасывать его какой-нибудь в уголочек и будем уже дальше другие точки сканировать. Где-то дальше. Грузовик сразу под разгрузку. А ты у нас под изучением. А, вот она, прямо в уголочке находится. Здесь уже почти что все готово. Тогда ставим нашу первую буровую на титан. Она у нас будет... Блин, слушайте, она прямо очень близко находится. А мы сможем тебя вот так как-нибудь поставить? Здесь у нас, получается, слой идет. А самый главный вопрос. А конвейерная лента пройдет здесь? А, она проходит. Ну, отлично тогда. Я просто думаю, это надо здесь все объединять, чтобы уже здесь не хранилось, а уходило на какой-то один общий большой склад, да? Так, ну тогда, да, ставим здесь буровую дополнительную. Стоять не здесь у нас находится. Вот тут. Вот так, наверное, тебя в уголочек пиндюрим сюда. И дальше нам нужна будет конвейерная лента. Сделаем, наверное, с максимально маленьким разворотом. Что-то типа такого плана. Дальше, 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 дальше. Мы, наверное, тебя сделаем как-нибудь вот так вот сюда. Здесь сколько у нас там идет шаг в одну клетку, да, получается? Сюда. Дальше нам потребуется тебя вывести. Так, мы тебя можем вывести напрямую, наверное... А, подожди, стоп. А здесь ты пролезешь? А ты здесь пролезаешь. Тогда вот сюда мы тебя выводим? Вот сюда мы тебя выводим. Отлично, да. И выводим теперь через наши подземные конвейерные вот эти переходы. Раз. Два. И сюда. Ну, таким вот образом. Три. А отсюда мы тебя уже цепляем идеально вот сюда. Единственное, сколько у нас по деньгам выходит? 22 тысячи. А, ну мы можем себе позволить до конца соединить. 23 тысячи данное удовольствие будет стоить. Так, теперь нам потребуется сюда подсоединить еще электроэнергию. Отсюда тебя мы можем... А, ты не дотянешься, да? А если мы будем ставить центральный склад, то получается у нас минус вот этот первый модуль. Он у нас для трубок работает. Ой, точнее, не трубок, а деталей работает. То у нас здесь идет раз, два, три. Центральный вот этот, да? Я не могу тебя сюда забрать. Хорошо, тогда отбой. Я буду брать тебя отсюда. Здесь мы сделаем малый вход. Раз. Дальше сделаем пропуск. Досюда два. И вот сюда мы тебя, получается, ставим три. Да, у них как раз получается ровная дистанция между всеми. И здесь мы тебя запитаем. По-моему, круто получается. Единственное только то, что сейчас их осталось построить, и у нас пойдет весь процесс добычи, да? Значит, грузовик у нас вернулся. Отправляем его куда-нибудь еще забрать ресурсы. Например, вот здесь. Вот это и забрать. Все, компоненты поехали. И теперь остался ты у нас. Сейчас сканируем. Точка известна. Небольшой грузовой вездеход, потерянный на просторах спутника. Вездеходные грузоперевозки занимают важную роль в лунной логистике. На них приходится подавляющее большинство ближних перевозок, для которых использование капсул считается нерентабельным. Без работающей системы навигации автоматический грузовик вышел из строя. Но он сгодится на запчасти, и груз сможет оказаться полезным. Начать экспедицию сразу сканируем эту территорию. Становая руда у нас, да, отлично начинает двигаться. Здесь мы все зачистили. Здесь у нас как дела обстоят? Я хотел бы посмотреть по поводу самой жилы. Так, значит, Х1 мы выбираем. И, наверное, пока возьмем вот так, вот так, и вот здесь кусочек. Это у нас получается 4 блока. Останется только понять, с какой стороны следующий блок пойдет. Либо справа, либо слева. Напомню, у нас с вами все шахты, все вот эти переходы идут в 5 блоков. Ну, тут на самом деле, походу, не принципиально. Они одинаковы, да, что здесь кусочек текстуры, что тут кусочек текстуры. Ладно, тогда, наверное, будем копать вот сюда. Да, это первая часть у нас. Здесь мы добиваем вторую. И последний блок у нас идет вот здесь. Все, готово. Технологии у нас, значит, и изучены. Свободные слоты появляются пока что. А, ну мы ждем аккумуляторы, да. Что здесь у нас? Так, надо привезти сюда ресурсы. Черт, я пока не хочу никому ничего возить. Я вот не отказался бы, если бы нам что-нибудь дали, да? А вот мы возить. Я не против, я готов, я обязательно. Но, черт, я повторюсь, у нас пока не так их много. Я вот, если нужна сталь, я тебе бетонну привезу. А все это эти сложные компоненты? Ну, мы пока их только начали сами производить. Так что, извини, товарищ, пока что придется подождать. У нас где-то вот здесь наверху еще одна была точка, от которой мы уехали. Ну, давай, допустим, перекинем сюда его. Все, прокопали. Тогда мы ставим сюда нашу буровую. И она будет прямо по центру вот здесь. Осталось только... А сколько у нас денег? 44 тысячи. Ну, отлично, тогда остается только тебя подсоединить. Прямо по центру в нашу общую сеть за 9 тысяч. Так, а как мы тогда электричество закинем? Это главный вопрос. Нам тогда нам потребуется здесь сделать разрыв, потому что они же у нас не объединяются, да? Столбы в уже готовую сетку. Тогда от тебя мы избавляемся. Берем столб. Вот сюда тебя. Вот сюда. Тебя уже отсюда. Ну, да, здесь уже максимально все просто и понятно, как мы его будем заводить. И давайте, пока у нас есть шахтеры, будем также сразу им ставить новую задачу. Это сразу 3Х по кисточке. И выводим тебя... Наверное, как-нибудь вот так мы тебя выведем. Не знаю, хватит нам такой дистанции. Не хватит. Ну, в любом... А, вот отсюда, кстати, можно дойти. Вот этот кусочек мы заберем. А дальше уже... А дальше уже посмотрим. Значит, нам идет фиолка. Да, нужна. И, по сути, все. Ну, да, этот кусок мы оставляем. Даже, наверное, слишком большой. Можно его поменьше сделать как-нибудь вот так вот. Вот эту территорию мы забираем, все. Закрашиваем. А верхушку сейчас от нее избавимся. Вот этого места нам не нужно. Ну, пригодится. Опять же, добавить никогда не поздно. Что по местности? Проверяем. Угу. Где-то чуть правее, да? Точки такие специальные, повторюсь, сделаю, чтобы можно было знать, где мы сканировали. Я хочу так плотничком пройтись по всей этой луне. Посмотреть все места, где мы были. И если мы, может быть, что-то пропустили, то вернуться. Угу. Рядышком. Так, еще, наверное, добавим к тебя плюс один. Вот сюда. И у нас теперь, получается, паук полностью, скажем так, вышел на свою максимальную мощность. Все есть, все, как мы изначально планировали. Все теперь у нас подключено. Сделали. И не забываем про провода. Ну да. Тут склад прямо рядышком находится. Сканирование отправить. Забрать или принести? Забрать. Хорошо. Ну, складские помещения, да, мы с вами уже про них читали. Место добычи. Координаты места добычи. Здесь в последний раз на связь выходила мобильная воровая установка. Давай, наверное, какой-нибудь... А, стоп. Так, сейчас сделаем. Есть что в округе? Нет. Тогда двигаемся. Вот сюда. Ничего здесь нет. Тем временем, у нас с вами уже появилась технология отправки ресурсов наверх, да? То есть у нас специальный лифт для этого идет. Давайте тогда с ним экспериментировать. О-о-о. Картинка в картинке прямо. Помню, за этой технологией на телевизорах очень многие гонялись, когда требовалось два пипа, да? Так, слушайте. Так, 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 так. Так, получается. Если у нас, получается, идет первый сад здесь, то мы тебя можем вывести прямо напротив, куда-то вот сюда. А мы вот здесь можем строить, нет? А, это так не работает. То есть надо максимально открытой территории как сверху, так и снизу. А, кстати, снизу... А, это не наша территория. То есть низ у нас, по сути, залочен. Ну, тут кусочек какой-то мы можем забрать. Но это ерунда. Мы, наверное, с вами тогда будем отталкиваться от тебя. Это первый будет, да, у нас лифт. И давайте сделаем тогда второй вот сюда. На ту же самую дистанцию. Вот туда. Правильно? Ну, получается, что... Или ниже. Нет, получается вот так. Да. Все, ровно это мы сделали. Тогда мы наверху сделаем себе хранение железа и кирпичей. Нам для этого потребуются туда уже другие склады. Наверное, возьмем большие. Как-нибудь... 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 Как-нибудь вот так тебя поставим первый. И сюда добавим второй. Правильно? Здесь у нас будет находиться тогда хранение... Железа, допустим. Ну, точнее, стали. Сюда мы с вами добавим бетон. И тогда, чтобы у нас это все работало, добавляем максимально крутую конвертную ленту. Максимально быструю. Отсюда. Вот сюда. Раз. Построй 1800. И сюда два. Кстати, у нас получается здесь сколько на этом самом складе можно находиться? 2,40, да? Количество единиц. Можно будет добавить по бокам сюда до склады. Вот такие. Раз. Два. Один мы сделаем переход в правую... Точнее, в левую сторону. А отсюда мы сделаем правую. То есть он, получается, будет вот так вот протекать по... По всем складам. Ну, то есть как змейка, да? Как ручеек. И, соответственно, будет очень хорошая и комфортная доставка. А если мы тебя поставим с этой стороны... Сколько у нас, получается, будет блоков еще? А, у нас остается 4. То есть у нас прямо в центре встанет еще один блок. Точнее, 5. 5 блоков, да? У нас на 3 блока встает склад. И по бокам еще проход есть. Как раз для хранения, ну, каких-нибудь других там ресурсов. Что у нас там будет идти в следующем? По счету и по очереди. По-моему, неплохо. Осталось только с вами решить вопрос. И нам потребуется для этого вопроса, наверное, дофига сейчас денег. Ну-ка, если мы сделаем, допустим... Так, допустим, мы берем тебя из центра и выводим вот сюда. Нет, это неправильно. Вот так. Сюда и вот сюда, да? Пока ставим самую простую ленту. Это 7800. И отсюда мы тебя соединяем с центральным блоком. Раз. Так, стоп. Небой стороной ставлю. Два. Три. Четыре. В данном удовольствии будет стоить 14 тысяч. Окей, построить. А кирпичи? А кирпичи? А кирпичи, походу, пока подождут. Хотя мы можем проект пока сделать. Опять же таки, да? Если у нас будет идти центр здесь, не отсюда мы будем брать, а именно центральную линию, то мы тебя цепляем вот таким вот образом. Здесь мы тебя соединяем с этой точкой. Здесь мы тебя выводим на центр. Так. Отсюда мы тебя забираем. Сюда. Здесь. Сюда. Да, здесь потребуется дополнительный переход заплатить. Заточный переход заплатить. Сюда. Дальше. Отсюда мы тебя цепляем. Так, а у нас не получится здесь цепануть, да? А, нет, почему не получится? Получится. Вот так вот берем тебя и... Вплотную. Вплотную здесь у них разный шаг. Ё-моё. Тогда не вплотную. Вот сюда, вот сюда. Отсюда такая же петрушка досюда. Здесь мы вот сюда и вот сюда. И получается одинаковая дистанция. Ну, потому что они в развороте находятся. У них разный шаг. Это понятно, да? Ну, вот мы как-то это всё с вами обыграли и миновали. Ну, вроде как неплохо. Правда, надо 23 тысячи ещё. Ну, я думаю, это мы сейчас подзаработаем. Что у нас здесь по поискам? Давайте смотреть. Значит, он добрался вроде как, да? Назначить экспедицию. Объективность. Мобильная буровая установка. Директор, мы обнаружили МБУ. Она получила множественные повреждения после взрыва. Если нам удастся её восстановить, это будет огромным подспорьем. Не только в сохранении нашего лунного проекта, но и станет новый век и развитие компании. Установка способна самостоятельно перемещаться в разные... А, в районы, точнее, повышенной концентрации ценных ресурсов и добывать реголит в промышленных масштабах. Блин, офигенный десептикон. Слушайте, дайте два, как говорится. Если она прямо... Такая... А, нифига. Слушайте. Так, нам удалось восстановить МБУ, и теперь мы способны добывать реголит. Что? Так, отлично работает директор. В детстве я лишь читал там такие огромные хорвестеры в книжках про далёкую планету, пустыню, и не думал, что при жизни получится с ними поработать. То есть она автоматически, типа, у нас восстановилась? Ого, прикольно. Так, что касается тебя. Значит, ты у нас можешь бурить, можешь вернуться на базу. Кажется, могу бурить, могу не бурить, да? Ну-ка, интересный момент по поводу сканирования здесь территории. Что-то есть полезное для нас? Для нас тут, походу, полезного нет ничего. Ну, тогда отправляемся сюда на разведку. А по поводу тебя... Так, значит, что у нас есть? Лёд, железо, всё остальное, наверное, нам сейчас не нужно. А вот редкоземельные материалы, те самые красные блоки, которые у нас находятся около дома, наверное, они нам не особо-то и нужны. Ну, в смысле, они нам нужны там, но в таком большом количестве мы их не сможем там добывать. Поэтому будем добывать их где-то извне. О, вот тут их можно, походу, добыть. Судя по нашему фильтру, давай-ка двигаться вот сюда, прямо в самый центр, переместить тебя. А так, а как мы с тобой будем взаимодействовать? Ты просто забираешь и приезжаешь или... Или как это? Так, стоп, ты не можешь, а грузовик, если она, значит, сюда забрать ресурсы. То есть он может его разгружать. Интересно, она может сама всё-таки разгружаться? Хотя, по-моему, у нас там была вкладка и какая-то постройка, если не ошибаюсь. Вот он, грузовой док, да? Мы про неё читали. Что тут было сказано? Установка для хранения ресурсов, привозимых с Луны на транспорте. То есть, либо сама Буровая, наверное, будет сюда их привозить, либо, как вариант, мы можем нашим грузовиком это всё дело забирать. Ясно, понятно, прикольно. У нас там ещё технологии не назначены. Значит, ставим следующим, это аккумулятор. Потом центр управления полётами. СОП позволяет осуществлять отправку и приём грузов. И позволяет использовать конверную ленту для загрузки и разгрузки товаров. Давай ставим тебя. Ну, по сути, сейчас, да, уже открываем всё, что есть. Затем ставим тебя, тебя. Здесь уже без разницы. И, наверное, тебя. Это что у нас в технологии гидропоники? Ясно. Вы прокопали тут, ребятки? Ну, почти, да? Осталось несколько блоков. Всё. Они освободились. Но это им так кажется. Нифига подобного. Разбираем и снимаем навесное оборудование. И вперёд, вместе с ними дальше копошиться. Поле солнечных панелей. Нифига себе, я сказал себе, сколько здесь титановых трубок. Вы только посмотрите. Надо будет это всё дело забрать. Назначить экспедицию. А, грузовик разгружается. Тогда давай сделаем сканирование территории. О, где что-то рядышком есть. Надо посмотреть. Метку здесь поставили. И тогда двигаемся с вами вот сюда. Грузовик здесь разгружаем. И параллельно начинаем тогда ставить уже наше новое оборудование. Это переработчик минералов. Значит, как мы тебя можем обыграть? Значит, у нас, получается, идёт наверх это уже производимая продукция. А снизу у нас идёт редкоземельный материал. И здесь у нас... Я не могу понять, зачем тут есть вход-выход для шлака. Я понимаю, два выхода. Но вход-выход, то есть, типа, загружать его шлаком или как сквозное отверстие вы используете? Я не понимаю, для чего это. Я же могу с такими демпами просто пропустить... А, ну, как вариант, да, действительно, как сквозняк его использовать. Чтобы не ставить какие-то конвейерные ленты дополнительные. Либо переходы, да, подземные. Ммм. Но мы тогда, наверное, будем идти от обратного. Раз у нас он идёт наверх. Да, это влево. Давай тогда вот как поступим. Возьмём сейчас склад. Бахнем, допустим, тебя сюда. Раз, два. Чтобы они у нас здесь были. К тебе мы сделаем туда пристройку нашего добытчика. Только мы тебя вытащим чуть... А, мы тебя даже вытаскивать не будем. Ты идеально и так встаёшь. И по высоте, и по длине здесь. И по кубикам, и по блокам, и вообще по всему, да. Ставим тебя вот в это место. Это первое. Дальше. Нам потребуются теперь коннекторы для хранения самой продукции. Это... Ой, не продукции. Этих самих минералов. То есть мы ставим тебя вот сюда. Это будет один бункер у нас. Дальше. Мы теперь подводим сюда всю нашу систему. Первая точка. Отсюда у нас идёт вторая точка. Отсюда у нас идёт третья точка. Тридцать одна тысяча. Это... Стой. Я смотрю просто, такая цена не охренеть большая, да. Значит, по поводу себя. Здесь идёт шлак. Здесь идёт шлак. Здесь идёт у нас... Это... Не эркоземельных материалов. Здесь можно будет расширить и ещё дополнительно добавить. Правильно? Далее. После того, как мы это с вами поставили, давайте тогда сделаем такую же конвертную ленту для фиолки нашей. То есть мы её выведем... А, стоп. Мы знаете, как сделаем? Мы сделаем под коньём. Мы с вами поставим... Всё-таки для других нужд нам потребуется тоже кремниевая руда, да, именно трубка. Тогда мы ставим обычный какой-нибудь маленький склад по центру. Это получается шаг в одну клетку. Если мы отсюда будем забирать, то это, значит, будет у нас идти вот здесь, да. А ты должен быть через пятёрку. Через четвёрку, правильно? Здесь мы поворачиваем. Здесь мы процепляем тебя. Да, мы тебя ставим здесь. Дальше. Мы с вами ставим конвейерную ленту уже отсюда сюда, отсюда сюда и отсюда сюда. Но чтобы нам пустить в ту линию, мы вот здесь делаем развилку. Часть будет уходить на производство, часть будет уходить на хранение. Единственное, что по тебе, нам надо поставить вот этот блок. А дальше тебя надо будет вытащить куда-то вот в эту точку. Пока. Сюда, да. И после этого мы тогда уже можем поставить производство наше, которое называется... Которое называется... Называется которая... Фабрика микросхем. Вот здесь. Прямо-таки вот в этот уголочек. Можете обык пиндюре. Только сделаем, наверное, шагом в три клетки, чтобы можно было иметь какой-то дополнительный запас, опять же для переходов и манёвров, да. Вот сюда. Хотя, слушайте, а нам потребуются пластины отдельно. Они же будут, получается, сейчас все конвертироваться, да? Это плохая идея. Это плохая идея. Нам потребуется здесь тогда сделать тоже небольшой хаб. Где-нибудь вот здесь, наверное, мы его сделаем. Так, нет, мы его сделаем вот здесь, чтобы можно было сразу поставить выход и вас объединить. Но, к сожалению, ты здесь не цепляешься, ну и ладно. Ничего страшного, мы это переживём, правильно? Так, подожди, стоп. Если, получается, я тебя оставлю здесь. Вот здесь тебе надо быть. Прямо вплотную. Да. Это мы установили. Дальше мы отсюда делаем теперь разводку. Первая часть сюда. Вторая у нас идёт вот сюда. Ты у нас продлеваешься досюда, допустим. А вот здесь у нас будет хранение дополнительно. Если надо, мы можем вот этого дополнить. И отсюда тоже объём у нас будет весь уходить. По-моему, офигенно получается. Дальше. Нам потребуется уже сам по себе этот завод, который будет находиться вот здесь. Тебя можешь как-то объединить? Ну, почти что можно, да. Почти что можно. Тебя, наверное, даже имеет смысл вплотную сюда поставить. Вот эту часть надо будет отсюда просто убрать. Это мы скинули. А сюда мы тебя сейчас поставим. Во. Отлично. И они как раз все замыкаются у нас, да? И отсюда мы теперь тянем раз. И отсюда два. Ну, и здесь надо будет добавить туда маленький склад, где будет храниться уже готовая продукция. Потому что сколько там у нас обычно от 20 до 35 единиц хранения товара? Ну, это, соответственно, очень мало. Следовательно, у нас даже вот здесь, по-моему, производят сколько? Здесь 60. Ну, понятно, это голая продукция такая. Вот. Следовательно, взять тебя и сюда. Вот таким вот образом соединить. О, готово. Здесь хранение у нас туда будет. Микросхема. Здесь у нас будет хранение редкоземельных элементов. И все. Ну, а ты здесь их производишь. Огонь. Сколько нам для этого потребуется сейчас денег? 50 тысяч. Всего-то. Ничего. Сейчас что-нибудь продадим. Здесь у нас как дела обстоят. Давайте сканировать территорию. И еще у нас здесь буровая на месте, да? Активируем тебя. Пошел процесс добычи. Слушай, ну, конечно, обычного реголита прямо дофига. Но зато коэффициент у него идет очень большое количество шлака. Но есть там и алюминька, есть и титана, и железо. Малое количество. Но самое главное для нас, конечно, это вот это. Тут что-то есть рядышком. Аккумуляторы, кстати, мы с вами изучили. Надо ставить их тогда тоже, да? Сейчас что у нас? А, у нас сейчас уже будет темно. Тогда не вариант. Подождем. А вот что вариант нам сейчас сделать, так это протянуть дополнительное электричество. Первая часть. Вторая часть. Отсюда мы тебя цепанем куда-нибудь вот сюда. И отсюда ты... А, нет, ты, наверное, сюда. Отсюда сюда. О. И тогда потребуется еще удалить себя. Но здесь надо будет перебросить эту тысячу единиц в этот склад. Это прямо заморока будет. Пока воздержимся. Да, тут что-то у нас есть. Даже две точки. Смотри, одна прямо около буровой, а вторая где-то чуть дальше. Здесь у нас находится лагерь уцелевших. Лагерь людей, уцелевших в ходе лунной катастрофы. Взрыв неизвестной природы повредил ключевые объекты на обратной стороне Луны. Вывел из строя орбитальные станции серии надежды. Привел к аскадному отключению систем связи и управления, что вызвало разрушение части инфраструктуры. Хаос и неразбериху. Выжившие разбрелись по эвакуационным точкам или засели на своих рабочих местах. Пока люди ожидают спасательный команд или пытаются восстановить объекты на Луне, они готовы обмениваться припасами с другими уцелевшими на необходимые для себя материалы. Так, и что ты хочешь? Точнее, что вы хотите? Сейчас мы посмотрим. Что вы нам готовы предложить? Так, экспедиция, простаивать, начать. И... Они хотят, чтобы мы им привезли микропроцессоры. Губа не дура, у нас таких даже нет. Вот сюда едем. Он уже сразу начинает производить все. Слушайте, на самом деле я бы продал. Вот я бы действительно сейчас продал побольше земельных элементов, раз мы теперь их можем делать, раз у нас есть буровая, да. На этом хорошо заработаем и закроем вопрос с некоторыми точками. Без всяких выполнений заданий. Иначе продажи нас интересуют. Дальше ты. И продать тебя, наверное, сколько там потребуется. Ну, давай побольше. Это мы получим 250. Давай вот так вот, наверное, прямо. Чуть ли не на 300 тысяч ровно. Это прямо отличная цена. Хотя... Даже на больше. На 314. Это у нас идет 450 единиц. Да. Сейчас мы будем богачами. Прямо, как говорится, богатеем на глазах. А здесь надо ехать дальше. Вот сюда. Грузовик, чтобы не простаивал, забираем титановые трубки. Здесь мы что-то обнаружили. Это место падения спутника. Место падения спутника системы НПС. Скорее всего, там осталось что-то ценное. Начать экспедицию. Двигаемся. Нам начислено, точнее, 60 очков на 90 дней. Ваш скаус закончил изучение остатков спутника. Среди покореженного металла и прочих рук людей он смог обнаружить хранилище данных, которые еще можно использовать. На время его изучения вы получали прирост. Понятно. Не то, что я, конечно, хотел. Ну, так. Назначить экспедицию. Ну, так вот сделаем. Чарли-23. Я, Джеймс Салливан, начальник станции Чарли-23. Спасибо, что нашли нас. Теперь помогите нам отремонтировать станцию и предотвратить ее дальнейшее разрушение. Нам необходимы материалы промышленного производства. Раньше мы получали их от Эври Грин. Но сейчас сигнал от их объектов тоже пропал. Продуктов питания здесь достаточно, но ремонт станции нельзя откладывать. Повреждения грозят разгромитизация. Кстати, у нас такое сообщение уже выскакивало. Чего вы хотите? 10, 10, 80, 15. Слушайте, ну, теоретически это выполнимо. Сейчас грузовик вернется и отправим его. Да. Что по поводу скана? Здесь, наверное, у нас больше ничего нет. Тогда поехали куда-нибудь вот сюда, наверное, в центр. Сейчас переедем. Что-то нифигашеньки здесь нет. Тогда шируем вот сюда. Сейчас не могу понять, что за проблемы. Буквально чуть-чуть не хватает, чтобы закрыть контракт. Они что-то переключились на таскание всяких остальных ресурсов. Это прямо странно. Ладно, подожду. А, у них приоритет сейчас пошла отправка и переноска именно редкоземельных материалов. Нифига себе. Ладно, пока смотрим дальше. Дальше, что мы тут нашли. Комплекс. А, точнее, добывающий комплекс. На такой мы с вами уже находили. И у нас здесь неплохие, кстати, комплекты есть. А у нас грузовик сейчас двигается, да? Едет забирать трубки. Хорошо. Здесь что-то есть поблизости. Еще дальше. Причем даже не одна точка, а несколько. Частная лаборатория. Узнать. Здесь у нас... О, можно забрать углеродное волокно. Шикарно. А вот сюда теперь. Да неужели? Загрузили. Давайте на наши денежки. 300 тысяч все-таки. Это прямо дохрена и больше. Знаете, что я сразу сделаю на эти деньги? Я, наверное, попробую вбухать во всю вот эту нашу безумную конвейерную тему, да? Сразу будем сейчас просто поднимать и грядить все, что здесь у нас с вами есть. Вот абсолютно все. Все, что мы с вами увидим, во все это будем вкладываться сейчас, чтобы максимально быстро у нас происходило движение продукции по лентам. Мне главное ничего не пропустить. Я, конечно, слепой, крут, но, блин, если что, вы за мной... Это, смотрите, напишите, если вдруг что-то пропустил. Ну, вроде так, стараюсь сейчас так внимательно смотреть и ничего не пропускать. Вот это мы перекрашиваем, вот это мы перекрашиваем общий цвет, да? Здесь мы тоже все меняем, естественно. Так, единственное, кстати, у нас вот здесь... А, ну все окей, да, он хорошо пошел. До переходника этого мы тебя меняем. И вот до этого тоже мы тебя поменяли. Дальше вот этот уголок мы редактируем. Дальше это у нас все есть, есть, есть. Здесь вроде все зеленое. Далее следующая часть у нас идет, это вот этот паук. Но они заметнее стали быстрее двигаться, да? И у нас осталось 140 тысяч афигеть, конечно. Ну да, это дорогое удовольствие. Это прямо действительно дорогое удовольствие, но оно того будет стоить. Сейчас поднимем вот этот весь уровень еще. А, нам надо еще за 50 тысяч было поднять все эти линии, которые у нас были, да? Сразу уже их восстанавливаем. А это я продолжаю поднимать. Осталось 60 тысяч. Дальше вот эту линию мы поднимаем сейчас. И вот сюда. 39. Надо что-то еще продать нам. Да, сегодня прямо день торговли у нас. Ой, слушайте, этот кусок пропустил. Важный. Важный и большой, да? Здесь тридцатка. Здесь мы поднимаем, ускоряем процесс. Вот этот кусочек мы тоже сейчас пустанем. Ну, а вот это, конечно, мне сейчас не хватит денег. У нас осталось 17 тысяч. Нам надо что-то опять продать, действительно. Пока не трогаем, не трогаем. Хотя, тут какие-то такие мелкие куски, конечно, можно поднять по уровню. Ладно, пускай пока потаскают. А что у нас сейчас по энергии? Значит, аккумуляторы, да? Аккумуляторы, аккумуляторы. Блин, они прямо большие. Они прямо, я бы сказал, гигантские. Надо где-то будет... Хотя... Хотя... Ну, давайте, наверное, да, если что, сделаем небольшой перекур. Я думал, может, где-то даже ближе к середине. К середине, точнее, ночи это все вырубит. Но пока есть возможность. Сколько там это сейчас будет стоить по ресурсам? Два, десять, так, шестнадцать. Ну, это у нас всего в достатке, да. Тогда вот этот, наверное, ряд мы с вами сейчас удалим. Раз у нас, получается, четыре на три идет, да? Тогда вот эту, наверное, даже больше. Вот это все мы удаляем. Да, сегодня ночная смена у нас не работает. Сегодня пускай все отдыхают. Все, кроме роботов. У тебя как дела? Добрался, сканировать территорию делаем. Ну, это, наверное, мы точку можем выключить уже, информацию. И дальше тебя изучаем. А, надо двигаться еще, да? Поставим также в четыре блока в длину. Ну, я смотрю, конечно, это займет много места. Нам надо будет вот сюда тогда отработать еще дополнительную одну солнечную панель. Для того, чтобы вот эту линию мы могли с вами вывести вот сюда. Потом мы ее замыкаем и делаем разворот в виде змейки. Потом поднимаем опять на три блока. И здесь можно опять увеличивать. Потому что, ну, иначе тут дальше тянуть, мне кажется, это до бесконечности можно. Лучше поднимать плотность самих панелей чуть выше. А, ты все? Наработалось. Ну, возвращайся на базу. Станция связи. Экспедиция. Что у нас по очереди исследований. Здесь перепроверяем все. Больше ничего нет здесь тоже. И социалка осталась на вот эти несколько точек. Трубок было 200, стало 800. Да, нехило. Слушайте, а нам для выполнения вот этого задания требуются модульные каркасы 15 штук. Мы их можем забрать отсюда. А если их мы будем покупать, это удовольствие нам будет стоить сколько? Покупка 15 штук. Это нам будет стоить нихрена себе, я сказал себе. Это прямо дорого. Тут 30-ку почти что. Не, пускай лучше он сгоняет. И заберет. Так, база, ресурсы, забрать все. Поехали. Станция связи. Ну, то же самое из каскада сообщения. Требует, чтобы мы провели лед и детали. Пока, извините, товарищ, нет, не можем. По новым датчикам здесь пусто. Тогда едем мы сюда. Аккумуляторы у нас раньше держали соточку. А теперь пятихаточку. Охрененно. У нас, конечно, будет батарея. Ну, надо солнечных панелей больше ставить. Мы с такими темпами просто, ну, не вывезем. Он один к пяти работает. Получается, один аккумулятор заменяет ряд и еще кусочек отсюда. Вы представляете? Это очень много. Надо больше панелей солнечных. Сейчас к краске будет рассвет. Надеюсь, успеем все это добавить. Да, успели. Как краски. Последний аккумулятор готов. Ну, и, соответственно, у нас теперь будет... Они находятся в общей цепи. Но пока не будем их всех удалять. Оставляем все как есть. Потом будем потихонечку так заменять. Угу. Хороший контракт. Давай принимаем. И отправить сразу. Они сейчас, получается, будут отсюда кирпичи забирать. Железо. Но это будет очень быстро. Ну-ка. Посмотрим даже, как это будет выглядеть на X3. Ну, кроме как фиолетовых трубок, кстати, кремниевых, да? Но они, самое интересное, все равно пока не берут отсюда. Они забирают тех статур, которые тут находятся. Ну, и ладно. Пускай их там опустошают. Так. А здесь мы тоже можем забрать, да? Сейчас сканируем. Нифигашеньки тут нет. Тогда мы тебя отправляем куда-нибудь вот сюда. А, нет. Стоп. Нет, стоп. Что за режим странно? Во. Нифигашеньки нет. Слушайте, ну, ресурсы заметно шустрее пошли. Меньше стало тут простоев. Единственное, есть проблема в том, что нам надо теперь вот эту линию тоже поднимать, чтобы вот эти все переходники у нас как можно быстрее раскидывали и передавали весь этот ресурс. Что касается внутреннего хранения. Единица. Две единицы. Единица. Но они очень быстро их перелопачивают, да. Они у нас уже подняты по уровню, поэтому это не единица, ну, точнее, не первый грейд, не первый тир. Наверное, напротив вот сюда поставлю несколько складов. Так, чисто, знаете, для того, чтобы хранить разнообразные ресурсы, которые у нас вот будут валяться здесь на территории. Чтобы вот не было этого хаоса, не было этого беспорядка, мы сейчас это все немножечко тут пытаемся организовать. Значит, здесь у нас, допустим, опять же-таки будет ты. Дальше здесь у нас будешь находиться ты. А здесь у нас будешь находиться ты. Пошла посылочка. Контракт фейл. Мы не успели. Блин. Офигеть. Просто не успеть в один день. Жесть. А мы знаете, что сейчас сделаем? А мы поставим это на продажу сейчас. Просто огромное количество стальных скидков. У нас их очень много. Выбираем вас. Как раз-таки наверху. Место приземления, получается, первая платформа. Капсула большая. Продажа максимальная. Ну, сколько сейчас там у нас выйдет, столько и выйдет. Вот так вот. Хоть бы первая. Первая. Ну и все. Логистика пошла как надо. Вы посмотрите. Загрузка просто максимально быстрая. Ты тоже добрался? Здесь у нас на складе есть возможность забрать кирпичи. И что-то еще. Ну-ка, по поводу вокруг, если посмотреть, пусто, да? Ну-ка, двигаем куда-нибудь вот сюда. Первая тысяча ушла. Я думаю, надо сейчас заказать еще одну сюда. 38 тысяч упало. И повторяем. Блин. Почему она все время по умолчанию ставится вторая? Я не понимаю этого. Ну, ладно. Тут намного дольше будет. А давай здесь просканируем местность. Тут что-то есть. Точечку тогда ставим, чтобы мы здесь были. Тебя сдвигаем вот сюда. О, кстати, буровая вернулась. Смотрите. Стоит простой пока что. Прикольно выглядит. Только единственное, Е надо тебя куда-то разгрузить будет, да? Она получается на такой дистанции. Все отображает тень, кроме нее. Она такое ощущение, что плывет. Ну, слушай, мощь. Прямо мощь. Тупо, конечно, выглядит, когда они стоят на месте, а колесики крутятся, конечно. Но я думаю, эту недоработку мы с разработчиками как-то попробуем порешать. Я им сто процентов об этом напишу. Это касается не только этого, но еще и наших шахтеров. Они то, что это на месте гусли крутятся. Ну, такое. Все, отправили. Значит, здесь мы пока убираем и сортируем. Лед, понятно, улетает сюда. Нам по топливу сюда, получается, требуется. Дополнительный склад будет находиться вот тут. А, нет, мы его поставим, кстати, прямо по центру. Если у нас будет раз, два, то по центру топлива три. Ставим тебя вот сюда. Что касается вас, значит, здесь у нас сталь, здесь у нас кирпичи. И сразу ставим хорошие конверные ленты для того, чтобы можно было отправлять продукцию. Вот сюда. Раз. И вот сюда. Два. Здесь у нас тоже находится склад. Давайте проверять. На этом складе мы можем забрать неплохо целую пачку трубок. Ладно, двигаемся сюда теперь. Грузовик у нас вернулся. Тогда его на разгрузку и на загрузку, чтобы отремонтировать грузовой терминал. И тут хотя бы порядок успевают наводить. А то столько тут этот товарищ нас сбрасывал, что не успеваем даже как-то это все дело распихивать. И да, кстати, возвращаемся к нашим солнечным панелям. Нам надо добавить, получается, сюда плюс один ряд. Как мы и планировали. Плюс три здесь. И допник вот сюда выходит. Что касается уже самого подключения, то та самая змейка, которая нам позволит выйти на уровень выше. Так, небольшой грузовой вездеход, потерянный на... А, ну, такие, да, мы читали. Экспедиция. И здесь требуется для ремонта деталей и еда. Так, что у нас еще по точкам есть? Ну, здесь вообще у нас походу... Хотя вот как вариант здесь, наверное, надо заниматься сканированием, да, таким плотным и постоянным. Ну, давай проверим. Нет, это, наверное, очень далеко. Давай ближе что-то пока к дому брать. Может быть, как вариант, чтобы мы могли использовать наши грузовики для добычи и перевозки ресурсов, да. Значит, у тебя ты готов полностью. Требуется 20 этих трубок у нас есть. Значит, эти у нас тоже вроде как имеются. Они уже на складе 15 штук имеются, да, повторюсь. И здесь у нас идет это 34 детали. У нас их 82. Шикарно. Все, тогда экспедиция. Грузовик простаивает. Ресурсы загрузить, отправить. Пока они там все возят и копошатся, мы поставили сканер, да. Надо тогда сделать прострелы, парочку штучек, посмотреть, что тут есть в округе. Здесь нифига. Ну, давай, по-братски, что-то хорошее, такое большое, полезное. Золото, например. Угу, кремниевая руда есть. Еще железо. Походу, нифигашеньки. А, вот здесь еще надо сделать допрострел. Потому что у нас она не сомкнулась, да? Ну, да. Но там все равно ничего не оказалось. Вода. Не, нифига тут нет. Ладно. Здесь у нас требуются роботы и привезти минералы. Так, поблизости. Поблизости тоже нифигашеньки. Так, лаборатории нам эти не нужны. Надо проверить. Мы где-то сканировали вот здесь? Мы вот здесь не сканировали. Как долго они все-таки заправляют, а, ресурсами? Осталось буквально чуть-чуть еще принести детали и грузовик бы уже выехал. Но нет, таскают что-то здесь, там. Аллилуйя. Собрался наконец-таки. Все, он поехал. Сейчас будем ремонтировать грузовой терминал. А пока можно посмотреть что-нибудь по контрактам. Например, так, ты на сколько даешь за кирпичи? А, тысячу кирпичей всего лишь? За 70 тысяч? Да, господи. Дайте два таких контракта принять. Так, получается, кирпичи. Это у нас второй блок, который был. Правильно? Отправить ресурсы. Выбираем бетон. Тебя мы не трогаем. Единственное, что надо только сделать. Чуть поменьше. И загрузить. Блин, он на первой садится. Да ты смотри, а. Вот реально не понимают этот принцип. Была вторая. Окей, выбираем его. Ставим. Прилетает на первую. Ставим первую. Выбираем под нее. Даже меняем в настройках. Прилетает на вторую. Чертовщина какая-то. Сколько у нас там суммарно дается дней? 24. Но надо за 7 дней успеть. Надеюсь, успеем. Хотя... Сейчас ни на что их не буду больше отвлекать. Только вот на перенос ресурса. Ты на месте. Ставим точку, что мы здесь были. И сканируем. Здесь у нас пусто. Понятно. Здесь у нас лаборатория по изменению. Это мы уже помним. Это мы уже там были. Ну давай, поехали. Я, наверное, знаете, что сделаю? Сразу вызову второй. Сюда шаттл, чтобы догрузить остатки. Это бесплатно для нашата. Поэтому пускай хоть 9 тонн пролетает. Вроде успеваем. Первый пошел. Директор, мы смогли починить грузовой терминал. Пробую выйти на связь с ними. Мы уже не надеялись, что кто-то ответит. Ситуация критическая. Станция подверглась множественным повреждениям. Система энергосного движения и жидкообеспечения на грани полного отказа. У нас срочно необходимый материал для ремонта. Мы направили список необходимых для починки. Вы можете отправиться сюда через грузовой терминал. Послушайте, я понимаю, что ситуация непростая. Мы не просим о благотворительности. Наше предложение – это доступ к центральному серверу с данными. Он все еще в сохранности. Он хранит навигационные материалы, координаты ресурсных, хранилищ и данные о событиях перед катастрофой. Если вы нам поможете, мы продадим вам эти данные. В умелых руках они будут крайне полезны. Мы уже отправили координаты ресурсного хранилища. Уверен, в нем будет много полезного. Помогите нам выбраться отсюда, и мы приведем вам все данные. Конец связи. Так, отправить ресурсы на станцию. Сейчас посмотрим. Это получается у нас где находится станция? Вот сюда. Отправить надо 20, 50 и 60. А у нас это все вроде как есть. Так, сейчас. Да. Ну, он сейчас вернется, загрузим и вперед с песней. А у нас тем временем с вами уже 136 тысяч на счету. Надо нам с вами тогда дальше поднимать все конвейерные ленты вот эти. Их мы подняли. Это мы добавили. Этот мы распределитель тоже поднимаем по уровню. Это также поднимаем. И здесь, ну, здесь очень большая дуга на самом деле идет. Прямо очень большая. Не знаю, есть ли в ней сейчас смысл. Может оставить, но потом. Сейчас мы все деньги тут просто потратим на это. Хотя. Но тут загрузка у нас все равно идет. Вообще, в идеале, наверное, убрать его отсюда, этот распределитель. И поставить обычный такой выделитель. Он быстрее, мне кажется, будет выкидывать все. Или оставить все как есть. И так, в принципе, неплохо плевает, да? А, подождите. Я думаю, а что у меня есть затор? А у меня вот тут получается, смотрите. Она не зеленая. О! Совсем другое пальто. Пропустил. Вот здесь тоже кусочек пропустил. Но все остальное вроде больше не пропустил. Вы успеваете тут наполняться? Не особо. Так, в следующей игре здесь будет 190 тысяч. Давай. О, как забился, а? О, я понимаю. Сейчас, пускай здесь порядок не ведут. Все, надо здесь расфасовать и убрать. Так, а что касается планеты, значит, ты на подходе. А ты у нас вот здесь, да? Проверяем. Пока пусто. По сканированию. Тоже пусто. Грузовик готов к работе. По поводу, кстати, грузовиков. Слушайте, а там у нас же было... Открыто центр сборки малотехники. Требуется 30 деталей. 4 этих, 20. Ну, вроде как все у нас имеется. Надо будет поставить, да, его? Сейчас загрузим только. Зачем ты уезжаешь, а, мужик? Стой здесь. И ездить никуда не надо, правильно? Во! Сейчас заберешь туда. Тебя загрузим. И закроем еще одно задание. Надежда 2. Отправляется. Прямо аж чуть ли не наказал стоит, когда вылетает оттуда, да? Да, надо, конечно, здесь добавлять. Надо однозначно добавлять еще больше, чтобы руды было. Чтобы она опять начинала скапливаться. И в большем темпе начинала отправляться. Значит, что касается тебя. Удлиняем тогда этот коридор. Ну, вот на столечко, наверное, да? Дальше опять берем иксовую, иксодин точку. И начинаем вот здесь подготовочку делать. От тебя, наверное, уже можно отказаться. Ты нам больше не нужен. Извини. А дальше нам теперь потребуются шахтеры. Технологии все изучены. На этом мы с вами ставим крестик. А, ну вот последний, да? И, можно сказать, мишен комплит. Ровер добрался, но на станции связи требуется процессор. И требуется еще композитор, рекоземельные материалы. Да, наверное, пока нового паука ставить не будем. Этого более чем достаточно. Этого количества, в смысле. Классная игруха, на самом деле. Капошня-капошневая. И знаете, что мне больше всего в ней импонирует? Я много играл в такие игрушки. Я, конечно, не фанат таких вот прямо автоматизационных тем. Но и Dyson Sphere Program играл, и всякие Satisfactory, и Factor. Правда, это было очень-очень давно. И похожие игры. Но вот здесь мне больше всего нравится то, что здесь все максимально интуитивно понятно. То есть, если там тоже в самом Dyson Sphere Program ты приходишь там и чуть-чуть приходится ломать голову, то здесь, не знаю, как будто, знаете, все на автомате делается. Вот прямо очень сильно выделяется на том фоне игра среди своих товарищей. Может быть, это у меня такое ее восприятие. Ну, вот, говорю как есть. Хотя, опять же-таки, сейчас еще не так много всяких тут вещей, но в любом случае они ясны и понятны. Вот даже если мы откроем книгу технологий, да, ту же самую первую вкладку, фундаменталку откроем, да, смотрите, сколько у нас идет здесь всего классного, крутого, навороченного внизу. Ну, естественно, у нас пока это все дело закрыто, но тут явно будет очень много наворотов. Это прямо 100%. Директор, мы получили материалы, персонал приступил к ремонту, это поможет нам предотвратить, точнее, продлежаться еще немного. Нам пришлось слить топливо из-за части, из-за части аварийной капсул, чтобы продержать, поддерживать систему жизнебеспечения, и теперь мы заперты здесь. Пришите нам топливо, чтобы я смог эвакуировать персонал. Нифига себе, я тебе смотрю, там прямо аппетит приходит во время еды, да? Все больше и больше. Ну и вот, да, что касается вкладки. Вы посмотрите, сколько у нас идет в первой вкладке, да, фундаменталка. Дальше инженерик, он у нас открывается. Как полагаю, здесь не меньше. Ну, здесь понятно, что будут одни эти производства, цеха, всякие материалы, компоненты, варианты, как их изготавливать. Тот же самый кирпич. У нас есть вариант его изготовить в базовой печи, да, либо отдельно поставить под него производство. То есть есть какие-то у нас альтернативы. Ну и социалка. Ну, социалка, наверное, будет самая такая лично для меня интересная. Почему? Потому что, ну, все-таки я люблю декор и все-таки ветвичички. Надеюсь, разработчики здесь их добавят очень много раз. Разные всякие клумбы, цветы, ну, для того, чтобы создавать уют и комфорт колонистам. А не просто, чтобы они будут жить в этих шахтах, там, в четырех стенах. Ну, опять же-таки, даже если сейчас уже посмотреть досуг, вкладку, да, тут уже, ну, не сверху вау, но неплохое количество. Для старта прямо очень нормально. Ты возвращаешься на базу? Так, тебе надо привезти 80 топлива. А у нас топлива 40 только. Мне надо найти, где у нас тут было топливо. Так, о, привет. Мы едем к тебе. Забрать ресурсы все туда. Этот гаврик добрался у нас до места. Поставим точку, что мы здесь были. Дальше делаем сканирование. Но здесь что-то у нас нифигашеньки, да, не бросается в глаза. Поехали сюда тогда. Эту мандулу я, на самом деле, хотел бы уже разобрать. Пришло ее время. Сейчас придется, конечно, очень много перебрасывать. Там около 700 единиц ресурса. Но, черт подери, надо это сделать. Это реально надо сделать, чтобы она уже не мешала. А мы получали уже производное из этого всего. Ну, и тут, получается, у нас немного вариантов. Да, пять клеток. Тут уже на автомате ясно, в какую сторону. А, да, я, походу, промахнулся. Не, нифига не промахнулся, нормально. Хочу добавить еще солнечных панелей побольше вот сюда. И сразу конвертнем это потом остальное в новые аккумуляторы. Готово. Буровую сразу сюда и подгоняем под нее уже конвертные ленты. Опять же, пока первый уровень. Потом мы их поднимем вот сюда и вот стоять. И вот сюда. А, не, пока без соединения, чтобы там не заблочилось у нас. А что касается электричества, ну, здесь максимально все будет сейчас просто. До сюда догоняем. Дальше здесь. Поворот. И до самого финала мы ее вытягиваем. Буровые нам больше не нужны. Ну, в смысле, шахтеры, которые, да? Так что от них отказываемся. Ох, тут еще 700 единиц перевозить. Это до хрена. Товарищ, кто же добрался? Здесь у нас есть разбившаяся капсула. Мы про нее уже читали, но здесь мы можем получить... Ну, про такую же. Здесь мы можем получить титан и земельные материалы. Классно. Ну-ка, если по поводу сканирования и что-то... Точку мы здесь делаем и сразу выдвигаемся вот сюда. В упор не вижу. А, вот она. Слушайте, а у нас где-то тут еще была шахта, где... Точнее, не шахта, где мы можем добывать лед, да? Давай-ка, наверное, мы туда пробуримся. Как-нибудь вот так вот. И осталось только нам обратно наших шахтеров сюда пригласить. Так, а что у нас по поводу нашего шарика? Шарик, шарик, шарик. Солнышко мы видим. А наша... А, вон и наш шарик. Крутится, вертится, а? Вот так вроде смотришь на него. География канала просто потрясающая. Люди живут в разных странах, в разных городах. Вообще, где только можно. И так вот он вращается. Ты понимаешь, что вот каждой точечке кто-то есть, кто смотрит твой канал. Кстати, интересно, да? В комментариях можешь написать, из какой вы страны. Не города, а именно страны. Потому что, ну, городов будет просто, наверное, шквал. А вот именно страны. Напишите, из какой вы страны. Если вам лень писать, вы можете просто лайкнуть тот комментарий, который уже был написан с названием вашей страны. И это будет круто. Соответственно, сделаем маленькую такую космическую географию нашего канала прямо под видосом. Я примерно понимаю процентное соотношение, судя по YouTube-аналитике канала, да? Кто в каком количестве смотрит, из каких стран. Но мне интересен конкретный видос, кто смотрит откуда. Вот так вот. Если не лень, буду благодарен. Ну, а мы уже тем временем оказались вот тут. У нас очередное поле солнечных панелей. Давай сразу его проверим. И мы можем сюда поставить 155 единиц топлива. Классно, круто. Дальше двигаем. Здесь бы как вот в Dyson Sphere Program. Я помню, мы мутили такую тему, когда солнечные панели прямо вокруг шарика делаешь все, да? И у тебя солнце везде идет, ну, как бы максимально идет охват. И, соответственно, у тебя энергия всегда есть. К сожалению, здесь у нас, получается, стройка идет вот на таком маленьком пятачке. Вот на этом, да? И за вот эти границы нам не выйти. Это понятно все. Это игра, это игровые условности. Это определенные рамки и границы. Но было бы так неплохо сделать. Хотя в комментариях мы с одним молодым человеком уже разговаривали по поводу того, как можно увеличить получаемую энергию. То есть, часть солнечных панелей мы, допустим, ставим здесь. Другую часть солнечных панелей мы ставим с этой стороны. Соответственно, вот эти панели принимают солнечные лучи первыми. Да, в то время, пока еще находятся вот эти в тени, они уже начинают производить электроэнергию, которая находится по правую сторону. И таким образом, когда у нас уже начинает уходить солнце, то они первыми, получается, закрываются. А эти у нас еще продолжают работать какое-то количество времени. Опять же, это к тому, что если надо прямо очень сильно, скажем так, уйти в РП по строительству и производству электроэнергии. Но если нет, то как мы делаем с одной стороны точку, и как бы все, она снабжает раз и навсегда. Но тема интересная, на самом деле. Я думаю, в релизной версии можно будет прямо очень сильно углубиться. Такие именно РП-направления, грамотно все расставлять. Сейчас мы экспериментируем, сейчас мы просто играем и знакомимся с игрой, да, что она себя представляет. Но такие вот моменты, конечно, обыграть в полной версии, как мне кажется, будет круто. Так, грузовик у нас на базе, стоять не на той базе, нам надо где-то вот здесь тебя сейчас разгрузить. 300 единиц, стоять, 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 сюда едем. Сейчас мы тебя сразу же отправляем в экспедицию. Вот сюда, 80 единиц, дальше ты, ты сюда, вот здесь и поехали. Здесь у нас тоже все готово, осталось только построить, да? А здесь что, по-руде, осталось 300 единиц. Ну, слушай, неплохо они перетаскали, прям неплохо. А, стоять, надо убрать тогда. Вы же там все сделали, да? А, вы даже еще и не приступили. Загрузили и поехал. Ну, мы вышли в хороший плюс по всем ресурсам. После того, как мы поставили кремниевые добытчики, да, вот эти буровые, титановые. По сути, очень даже неплохо и пошел плюс, даже по титану, 1000 единиц уже. Конечно, здесь надо просто ставить точки новые, дополнительные, да, и множить то количество производства из голого сырья уже, которое нам потребуется. Ну, пока, как бы, мы все свои потребности закрываем. Даже для торговли остается. Ты нас чем порадуешь? Здесь у нас идет, можно забрать панель. О, каркасы 43 штуки, хорошо. Так, ну-ка, сразу сделаем сканирование. По тебе, первая точка мы поставили. Постачем, первую точку поставили. Дальше, вот здесь что-то есть. Директор, я и 17 человек персонала успешно эвакуировались. Дата, банк с данными также у меня. Мы разместились в комплексе Атлантиды и укрылись в подземной части комплекса. Но он получил серьезные повреждения из-за взрыва. Многие системы требуют очистки, обслуживания, ремонта. Дай угадай, ты что-то хочешь от меня? Мне неприятно об этом говорить, но сейчас я уже не могу вам передать навигационные данные. Для выживания моего экипажа требуется дополнительные ресурсы, и это его единственный путь к их получению. Понимаю, что вы не давали причины не доверять вам, но я не могу так рисковать своими людьми. Доставьте нам необходимые детали, электронику, и в этот раз вы получите свои данные. Также вам понадобятся ваши дроны, чтобы провести работы на поверхности. Надеюсь, вы понимаете меня, почему я вынужден так поступить в конец связи. Директор, мы внимательно следим за ситуацией с персоналом Надежда 2, и мы с нахождением данных наблюдаем со станцией. И хотим, чтобы они были уничтожены. Заберите навигационные материалы, но, повторяю, остальное должно быть уничтожено. Вокруг комплекса расположены три силовые установки. Направьте туда ровер, чтобы обнаружить их и отключить. Таким образом, вы защитите данные КРАС, обутечки и сможете получить навигационные материалы для подготовки экспедиции. Сделайте это, и КРАС также поощрит вас. Директор, вы ведь не рассмотрите этот вариант всерьез? Да, Капитан Надежда 2 поступил не очень красиво, но он всего лишь пытается сохранить жизнь своим подчиненным. Кем бы ни были КРАС, они не имеют права приказывать нам это делать. Так, что, у меня опять выбор, да? У меня поставили перед выбором. Угу. Вариант либо доставить ресурсы, либо отказаться. Ну, я, наверное, выберу вариант помочь этим людям. Только бы понять, где это вообще находится еще. Так, привезти ресурсы. Вы требуете 200 единиц еды. Так, у нас только нет. Здесь требуются каркасы. Каркасы есть, материалы-то есть. Это у нас тоже имеется. Хм. Ну, ладно, в любом случае, пока давай возвращаться на базу. Вот это заберем. А ровером продолжаем сканировать все. Ну да, для наших ботов получается редкоземельный материал. Это самая главная задача, самый главный ресурс, который здесь есть. Если его надо переложить, если его надо перенести, или, наоборот, его надо заправить в какой-нибудь другой аппарат, они бросают все дела и занимаются только исключительно им. Здесь у нас что? Это мы посмотрели. Здесь у нас неплохо трубок. Так, так, а есть что тут на скан? Есть что-то. Ледяную жилу оголили. Нам осталось только сюда поставить это оборудование. Экстрактор воды, да? Быть тебе где-нибудь... А, стоп, у тебя получается тоже сквозняк по шлаку, да? А мы-то поставим вот таким образом. Тебя здесь. Дальше. За спиной у тебя я поставлю два хранилища, два бункера бахнем, да? Вот эти нам потребуются. Если мы тебя выведем по центру, то, получается, ты у нас будешь вот тут находиться, да? С одной стороны. И вот здесь с другой стороны. Дальше берем конвейерную ленту. Отсюда мы тебя цепанем прямо в аккураточку сюда. Вот сюда. Вот сюда. И здесь делаем... О, не так мы это сделаем. А вот так вот, да? И дальше нам-то, получается, требуется... Я же правильно понимаю, что у нас лед хранится здесь, да? Тогда нам потребуется еще один такой же склад. Прямо в самом центре, можно сказать. Не в центре, а чуть правее. Вот сюда я его установлю. Хотя, 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 я даже знаю... А, нет. Это так не прокатит. Мы сделаем один исключительно. И нам этого должно быть хватать, да? Надо двадцать одну тысячу. Там парни все прокопали? Да, тогда буровые снимаем. Подводим туда электроэнергию. Все, эта мандула заработала. Нам... А, есть прокачка еще. Скорость роста 50%. То есть, скорость роста льда, что ли? Ну, в общем, получается... Нам осталось поставить... Эти конвейерные ленты, да? Ну, и все, и будем получать продукцию. Ну, а для этого нам надо немножечко поторговать. Так, а что там по контрактам сейчас есть хорошего, а? По кирпичам, например. 700 кирпичей на 36 тысяч. А у нас есть 700 кирпичей? А, у нас есть 700 кирпичей. А еще есть 500 кирпичей за 39 тысяч. Да? Ну, давай. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Принять тебя... Вот сейчас опять будет отправка в хрен знает какую точку. Ладно, не буду ее менять. Оставляем все как есть. Отправляем весь бетон. Поехали. Посмотрим. Куда надо? Нет, никуда надо. Так, господи. В прошлые разы всегда отправлялась первая точка именно эта. Тут аж два поинта у нас есть. Здесь у нас очередная капсула. Проверяем ее. И тут можно получить у нас... Так, титановые трубки. Тут даже три точки у нас. Первая вот здесь, еще одна чуть дальше имеется. Здесь у нас аванпост снабжения. Про него тоже уже читали. Смотрим, что тут есть. Тут у нас находится... А, сюда надо будет поставить ресурсы. Так, дальше. Ну, получается, мы ресурсы отдаем взамен технологии. Но у нас уже некуда и нечего изучать, поэтому... И смысла в этом тоже нет. Контракт выполнен. Это хорошо. Хочу пока попробовать построить что-то еще тут большое и интересное. Первое. Это, конечно, давайте сделаем установку грузового дока. Но у нас не хватит столько компонентов. Особенно некоторых, да? Надо будет их, получается, прикупить. Поставим себя одним шагом в 10 клеток. Вот сюда. И прямо напротив, можно сказать, одного входа и другого. Дальше. Нам нужна сюда, получается, теперь проводка. Хотя, как вариант, наверное, не получится ее сейчас затолкать. Что-то, как я смотрю на нее, она намного больше, чем у нас вот этот грузовой док, да? Как вариант, наверное, потребуется сюда на него назначать отдельный грузовик. И он будет уже, соответственно, здесь это все дело сам как-то раскрывать. По чем там у нас нынче композитка? 8 тысяч за штуку, охренеть. 20-ка. У нас 36 тысяч есть. Ну, давай две штуки возьмем. Подожди, стоп. Покупка. А, 12 тысяч. Нет, подожди, стоп. Это одна штука, две штуки, 20 тысяч. Все правильно, во. Сразу закинули. Молодцы. Кстати, смотрите, Атлантида у нас находится буквально там, ну, в пару километров от нашей базы. Единственный вопрос с едой. Вот надо как-то его решить. Поискать задание. Ну, если мы не сможем найти еду, тогда роверам придется выполнять задание уже. Идти по системе Краста. Он готов, а сюда... А, он сюда может заехать все-таки? Ты смотри, он сломал мою систему все. И он... Он выгружается или нет? А, он просто сюда встал, я понял. Хотя, в первом самом видео, да, в этом ролике у нас как раз таки было то, что сюда именно грузовик заезжал. То есть, надо его будет все-таки именно отсюда выгружать. И сюда уже это все дело перекидывать. Там у нас есть подступ к конвейерным лентам? Да, две штуки с одной и одна с другой. Угу. Здесь лед, здесь шлак. Ага, здесь тысяча. Здесь пока две единицы. Здесь не поспевает, да? Там железа очень много. Прямо забилось все. Нам нужны деньги. Прямо очень нужны деньги, чтобы поднять по уровню все наши базовые производства и переплавки. Вот так продадим всего. Ну-ка, это будет работать? Нет, это не будет работать. То есть, ему надо находиться исключительно за пределами базы. Две точки. Одна вот здесь, а другая вот тут. Здесь у нас станция связи. Господи, это что такое? Блок управления. Просит что-то новое и интересное, да? А тут еще один лагерь уцелевших. Что хотят, ребятки? И они хотят еды. Угу. Ладно, пока еще покатаемся, потому что у нас там такая идет тотальная загрузка товара для отправки. Здесь мы можем получить... Ого! Хорошее количество в этом лагере. Ладно, дальше двигаемся. Как тут у нас с загрузкой? Загрузка, ну, полным ходом, да. Ну, благо, у нас нет времени. Это чисто наша продажа. Так, все, надо привезти 450 пластин. Пока, опять же, пропускаем. Дальше двигаемся. Что по отправке у нас? Да, надо немножко подождать еще. Кстати, по поводу пищи. Смотрите, у нас есть гидропонная ферма. Мы ее изучили. Вроде как она доступна, да? То есть потребуется для того, чтобы нам сделать дополнительные 200 единиц вот таких вот готовых, ну, точек по еде. Тогда, тогда надо строить нам уже жилые помещения. Для этого потребуется копать. Ну, сейчас-то доделаем эту точку. По сбыту ресурса. И сразу тогда, да, будем готовить помещение уже. 200 тысяч. Прямо как греет меня эта цифра, когда она сюда капает. Но, к сожалению, она сейчас от нас откапает. Еще в обратную сторону. Быстрее, чем, говорится, и пришла, да? Значит, что нам потребуется здесь с вами дополнительно лучше? Ну, мы вообще хотели сюда вложиться, но... Но. Так. Хотя, что, может быть, без всяких но. Может, действительно, просто поднимем небольшой уровень. 25 по 20 сюда, сюда, сюда и вот сюда. Осталось 90 тысяч. Следующий уровень уже 40. Чтобы еще быстрее не добывали. Туда можно железо будет, в принципе, скидывать просто в нон-стопе. Ну, давай поднимем тебя и тебя. Намного быстрее пошло. 18.6. Здесь у нас 12.4. Но пошустрее будет, да. А следующий уровень стоит 150. Охренеть. Меняем место посадки. Продаем железо. Опять она сюда садится. Ну, ты смотри. Я и вторую сразу вызову. Ну, с такими складами, конечно, это действительно очень комфортно. Это очень быстро все происходит. Первая же готовится к отправке. Да. Пошла капсула. Вторая-то просто вообще еще быстрее идет. Ты смотри. Сейчас, значит, если мы будем вызывать еще одну капсулу, мы не меняем платформу. Она должна будет сесть именно сюда. Как последняя. Правильно? Правильно. И? Блин, я не то нажал. Я нажал купить. Охренеть. Нормально. Ну, ладно. Со сталью мы можем себе позволить играться. Потому что даже если мы потеряем... Все равно садится на старую платформу. Ты посмотри. Даже если мы потеряем деньги, ничего страшного нет. Ну, в смысле не деньги, а теряем ресурс. Как бы на сталь фиолетовая. Здесь у нас что есть? Так, руда. Ну-ка, если мы посмотрим сейчас по заводам. Получается, здесь мы с вами построили все, что есть. Промышленность мы поставили с вами. Все, кроме топлива. Так, дальше. Ну, а нам сейчас, в принципе, не нужно, да? Дальше. Здесь мы с вами поставили все. По логистике не до конца. Нам надо с вами изучить и поставить цех сборки малой техники. Быть тебе где-нибудь вот здесь, наверное, по центру. Да. Сюда тебя поставлю, а сбоку бахнем тебя. Как раз-таки здесь у нас требуется для загрузки и отгрузки. Ну, вот. Отличный вариант. Сейчас только надо столбы сюда протянуть. Достаешь? Да. Это первая точка и отсюда вторая. Продаю сталь. Плотничком так. Мне для того, чтобы купить 20 каркасов, потребуется 79 тысяч. Потому что производить мы их с вами не можем, к сожалению. Они находятся у нас в хай-тек-заводе, но этот завод у нас недоступен в демке. Поэтому я ничего с этим сделать не могу. Поэтому только разве что купить. А здесь их именно 20 штучек требуется. Этот у нас тоже добрался. Капсула требует сталь. Понятно. О, Титан точнее. Поехали сюда. А как у нас тут... Ого. Неплохо. Он тут уже наковырял. Первую часть продали. 32 тысячи есть. 52 тысячи уже на счету. Плюс у нас центр сборки малой техники. О, мы здесь можем делать скауты и грузовики. Так, или грузыка требуется 24 детали. У нас 75, 18, у нас 150. Слушай, а давай, наверное, сделаем грузовичок. Ну, да, что касается производства, к сожалению, больше ничего построить не можем. Вообще. Но только сейчас будем жилые комплексы ставить. Ангар для машин. Место для хранения транспорта. Ну, тоже требуется технологии, но они у нас закрыты. Лагерь уцелевших. Здесь у нас есть платы, компоненты еще некоторые. Дальше шуруем. Кстати, наверное, пока поставим наших шахтеров и дадим им задачу на копку. Значит, давайте посмотрим, как у нас выглядит. Проектировка у нас получается... Мы с вами в прошлой серии смотрели. Это получается, как некий модуль, да, идет. Ну, и что касается суммарной ширины для такой копки. Давайте возьмем, допустим... Ну, вот, наверное, отсюда три клетки. Как вариант, да, это у нас будет главный такой туннель сюда выходить. Как-нибудь, наверное, вот настолько мы тебя протянем. Дальше возьмем отсюда также три клетки. И вот так. Будет мало, докопаем. Пока вот эту территорию надо всю разобрать. Благо мы поставили здесь сбоку склад с пучей ресурсов, да, и как раз-таки все здесь будет собираться, и сразу он как раз-таки туда и относится. Сейчас по дороге попробуем сделать сканирование. Может, что-то есть, что-то интересное. Нет. Конечно, у нас кремниевых трубок, мама, не горюй. Тут надо больше складов ставить. Вот он, наш новый красавчик выехал, да, отсюда прямиком с завода. Так, что касается... Ну, ладно, ты... Хотя, наверное, стой здесь, не выдвигайся никуда. Я сейчас посмотрю точку, куда тебя можно отправить. Забирай ресурсы, например, вот отсюда. Начать экспедицию, простаивать вперед из песни. Этот гаврик тоже на месте, но здесь капсула требует медикаменты и что-то еще. Мы такие уже, кстати, сообщения сами видели, поэтому даже их не читаем. А, нет, давай сюда сначала. Изменить место посадки. Первое. Да, окей. Подтвердить. Да, окей. Ну? Догори в ад. А, нет, нормально. Сейчас еще немножко денежат поднимем. Надо нам, конечно, купить каркасы. Один у нас подъезжает. Надо будет еще один грузовичок тогда сделать. Там требуется 18. Да, но у нас это все есть, все в достатке, да? М-м-м, да. Еще один готов. Останавливаемся. И назначаем тебя куда-нибудь в далекие края. Например, вот. О, вот сюда. О, сто процентов вот сюда, да. Здесь как раз такие каркасы есть. Двигаться. Так, вот простаиваешь. Выбрать все. Вперед. Далеко ли тебе ехать? Прямо очень далеко. Не знаю, купить там, может быть, проще самим будет эти каркасы. А потом продать или оставить на потом. Ну, как вариант, да. Хотя, с другой стороны, а я что, тороплюсь куда-то, чтобы построить этот центр полетов, да? Конечно же нет. Поэтому пускай, пускай перевезет. Тут простое. Разгружаем. 73 тысячи. Значит, на что мы их потратим? Я хотел бы вообще максимальную прокачку попробовать сделать. Какого-нибудь такого вот мультиочистительного завода. Ну, желательно, конечно, наверное, самый первый завод прокачивать. Ну, здесь как разки требуется 70 тысяч, да? Так, этих пока я снимал. Обратно возвращаем вот сюда. И, наверное, Е дополнительно поставлю еще один. Так, грузовичок, да. Я, наверное, вот сюда поставлю плюс один наш лифт для того, чтобы можно было вот здесь поменять местами и сделать хранение не топлива, а этих самых циановых трубок. Их очень много, прямо дофигища идет. Вот, и, соответственно, отсюда мы тогда сможем сейчас сделать небольшой туда переход. Например, это будет у нас выглядеть как-нибудь вот так. Это будет стоить нам 16 тысяч. Отлично. Конечно, как вариант удалить один этот хаб. Да, наверное, это неплохой вариант. Но здесь 5 тысяч единиц шлака. Сначала он будет разгрузить, потом уже дорожку здесь объединю, и не проблема. А то сейчас я ребят так на 5 тысяч загружу, что они просто тут взвоют. Поэтому мне дешевле пока будет сделать такой переход. Ну, а потом, да, мы его удаляем и объединяем. И здесь у нас как раз везде есть проходы для дальнейшего сброса ресурса дальше. Здесь тоже что-то просят. Так, да, едем дальше. Грузовик готов, плюс забор ресурсов делаем. Так, это получается в простой вот это, да? Я, кстати, не знаю, сколько сейчас будет занимать серия по хронометражу, но, чтобы вы понимали, на данный момент я в игре нахожусь 2 часа 58 минут. Ну, 3 часа. Вот прямо здесь в левом, точнее, в правом верхнем углу у нас отображено время. Сколько будет уже в нарезанной версии, в нашинковой, так сказать, я не знаю. Но игра, конечно, копошилка. И самая основная копошня сейчас заключается в том, что у нас хорошее есть производство, у нас есть возможность делать грузовики, но у нас нет возможности делать наши боевые единицы. Самые главные боевые единицы, это, конечно, вот эти маленькие роботы. Мы просто находимся вот в этом таком замкнутом пространстве, и нам ни вправо, ни влево, вообще никуда. То есть вот сколько есть, столько есть. Больше ничего с ним не сделать. А задач становится больше, ресурсов надо больше переносить, а роботов не сделать. Вот так вот. То есть, по сути, как бы вот от этого все и зависит. Если бы мы могли их сделать, там хотя бы еще штучек 10, то, конечно, тут процессы бы мы тут уже и строили, и относили бы, и перевозили, и параллельно продавали. Но, видите, я думаю, вы все сами так, да, действительно видите. А, все, готово, да? Ну и ресурс сюда потихонечку пошел. Единственное, что у нас здесь без модернизации, наверное, давайте-ка ее поднимем по уровню. Пускай будет максимально быстро. Это у нас все здесь отправляться. Так, смотрите, здесь все прокопали, да? Следовательно, тогда давайте пока убирать наших шахтеров и будем смотреть, что у нас идет по строительству. Первое, что нас интересует, надо, кстати, знаете, от чего толкнуться, как всегда, от обратного. Надо посмотреть, что у нас по размерам идет в базовых лабораториях. Они у нас идут, получается, это 5 на 5. Ты у нас идешь 5 на 5, и ты у нас идешь тоже 5 на 5, да? Следовательно, если мы будем строить вместе с учетом вот этих квадратиков в плане стенок, тогда нам потребуется с вами взять сколько? Вот столько. И сюда поставить в центре тогда дверь и подтвердить. Данное удовольствие будет стоить 127 стали, кирпича и блоки. Готово. Мы можем прямо... А, нет, мы, наверное, не сможем прямо внутри. Сейчас начать модернизировать и ставить уже объект. Ну, давай попробуем, конечно. Не, не засчитывается. Ну, и тогда начинаем то же самое множить, да? Во, отлично. Плюс добавили еще одно помещение. Только нам этого мало. Нам надо расширяться, получается, вот здесь, да? Если мы будем ставить еще один модуль, а в центре мы сделаем уже какое-то жилое помещение. То есть мы тебя расширяем, допустим, на... А, вот настолько мы тебя и расширяем. Нам больше и не надо. Таскают ресурсы и отсюда, и сюда, и сразу загружают. О, молодцы. Хорошо устроились. Что, разведчик нашел. Здесь у нас есть... Ого, нифига, тут сколько топлива. Вот это я понимаю. Надо себя будет отправить товарища какого-нибудь. Потихонечку стенки ставят. Слушайте, ну, прикольно выглядит. Прямо такой лунный стиль, да? Прямо соответствует. Я, кстати, реально думал, что вот эти заводы... Понятно, что это демка, да? Но вот эти заводы мы сможем изучить или как-то там их поставить. Но, к сожалению, нет. Я как раз-таки и планировал вот этот весь сектор, что у нас здесь будет прям такая, знаете, нано-крутая, навороченная, сложная, тяжелая, там, сверх... Не знаю, какая-то супер-пупер-крутая промышленность. Но, кроме как изготовления печатных плат, у нас здесь больше-то и ничего. Только единственное, что размах самой площади и самого территории для строительства этих заводов мы тут с вами выделили, маму, не горюй. Значит, эта территория у нас готова. Следующую давайте тогда с вами подбивать. Это у нас... А, подожди, стоп. У нас, получается, пятерка здесь уже занята. Следовательно, мы должны будем сделать ее с большим шагом, да? Вот так это будет выглядеть. Тогда теперь получается, мы спокойно можем к тебе также пришпандурить модуль вот такой. И здесь мы сделаем прямо, наверное... Ну, давай с шагом в наши любимые три клетки сделаем двойную. Двойные двери. И будут находиться вот здесь. И следующий тогда корпус мы с вами оцепляем уже отсюда, потому что если у нас с вами здесь будет три лаборатории, здесь мы там... У нас кафешки, там всякие какие-то бары были, да? Мы с вами смотрели. Их здесь разместим. Там плюс еще требуется место для отдыха и плюс ферма. Ну, значит, это добро будет у нас где-то вот тут. Вот отсюда мы тебя оцепанем. Раз. А, хотя не будем, наверное, сделать одинаковый блок. Мы сделаем максимально тебя широким, только с шагом от стены три клетки. Вот так вот, да? Получается, раз, два, три, четыре. Те же самые пятерки получаются. Слушай, ты посмотри. Как ни крути. Хорошо, ладно. Первую дверь мы поставим где-нибудь вот здесь, допустим. Вторую дверь мы поставим вот здесь, допустим. Так, нам потребуется стена и, наверное, это надо пополам разделить, да? Вот так, пополам, по десятке получается. Ну, вот такой вот у нас будет модуль. Осталось дождаться, когда его построят. Буровые убираем. У тебя тут как дела? Нашел что-нибудь? Новый вездеход, да? Разведка. Давай еда, чтобы здесь была, которую мы можем забрать, а? Блин. Не работает. Поехали сюда. Пока они тут занимаются строительством, давайте посмотрим. Значит, что здесь требуется? Производить... А, здесь требуется электроэнергия везде, да? Так, а что у нас там по электрике было? У нас там вроде какие-то, я видел, коннекторы находились. Да, коннекторы. Место подключения проводов для передачи энергии в интерьер. Такая же петрушка у нас есть с водой. Место подключения интерьерных помещений к воде и кислороду. Угу. Короче, нам потребуется электрику туда закинуть, да? Как мы это сделаем? Мы это сделаем. Наверное, отсюда выцепим центральную. Сюда мы тебя можем попробовать... А, здесь нельзя строиться, да? Сейчас два вот этих уголка уберем. И по центру вот сюда поставим нам дополнительный переход. То есть у нас была тройка здесь. Следовательно... Так. Вот так. И отсюда мы потянем тебя дальше. Ах ты, зараза. Так, нам нужна там малая кисть. И вот эти уголки надо срезать. И вот теперь уже спокойно, скажем так, смело мы сюда их перекидываем. А, здесь у нас... Ну, в любом случае там будет несостыковка. Мы тебя поменяем местами. Вот так. Здесь делаем также шаг в две клетки и вниз гоним. Грузовик готов к разгрузке. Ну, давай поставим его сюда. Дальше грузовик мы отправляем куда-нибудь. Слушайте, ну, мы тут, по-моему, уже все, что можно этими грузовиками собрали. Все основные точки уже были... Ну, давайте это, наверное, заберем. Простой вот, да? Ну, буровую не будем разгружать. В этом никакого смысла нет. У нас этих ресурсов навалом. Поэтому пускай стоит загруженная. Пока. Ну, а наши ребятки продолжают тут строительство. Кстати, смотрите, у нас здесь есть точка, которая делает воду, да? Она делает из льда воду. То есть мы ее должны будем куда-нибудь впиндюрить, наверное, вот здесь при входе, да? С одной стороны поставим тебя. Дальше у нас есть завод электролиза. Но я не знаю, как его ставить и куда, поэтому пока пропускаем. А что касается электричества, значит, тогда тебя... Нет, нет, не здесь у нас находится. Это находится в отдельной вкладке. Мы сделаем коннектор. Даже не знаю, где делать коннектор. Может, где-то сбоку здесь? Все зависит от помещения, как мы их будем планировать. Вот здесь же у нас будет кухня. Ой, не кухня, это самое как его... Место отдыха. Их, да? Их придачу нам надо где-то еще сделать ферму. Но ферму, ферму, ферму. Надо посмотреть, как они будут выглядеть сами эти грядки. Ладно, подождем. Просто там написано, что им требуется электричество. И как будет работать подключение, надо проверить. Лед. Ну, лед у нас есть. Здесь либо конвейерную ленту к нему подправлять, либо фиг знает. У нас почти что 3000. Единственное, только мы клапан здесь такой сбоку добавим тогда. Он добрался. Да, у нас осталось несколько знаков вопроса. Ну, здесь тоже требуются материалы. Поехали сюда. О, можно ставить. Да, полы отработали. Тогда, получается, первая будет здесь. А вторая... А, подожди, стоп. Они как-то прям очень... Так, они не могут быть симметричными, да? Ну и ладно. Мы сделаем одну так, другую в таком формате, чтобы экраны были около стеночек. По поводу тебя. Ты будешь первая тут, а вторая... А, ты тоже такая, да, у нас? Угу. Поставим тебя так, а тебя вот так. Нет, наоборот, вот так сделаем. Такая легкая асимметрия. Первая лаборатория у нас готова. Ну, самое же интересное, она не подключается к сети. У нас нарисовано подключение только вот в эти. Такой. Сейчас достроит, посмотрим. Вот здесь-то по центру ставим подсоединение электричества. Я правильно понимаю, это у нас работает вот сюда, а отсюда вот так. Тут вон ЖК-дисплей заработали, все закрутилось. Какие-то... Не знаю. Тут какие-то графики у нас, какие-то шкалы ползают. Здесь вон волны, какие-то детали лежат, бумаги. Но, к сожалению, да, опять же, как видите, это мир без колонистов, поэтому... Кстати, эти компоненты, которые мы с вами производим, вот шестерня лежит, вот эти кубики, да, походу, они именно здесь все это на этих принтерах и будут разрабатывать. Ну, да, повторюсь, пока без колонистов, поэтому просто модели. А здесь у нас... Ну, да, так как здесь нет электричества и нечего подключать, то, ну, какие-то, возможно, просто будут проводить работы. Ну что, кстати, у нас тут поблизости есть точка, куда мы можем отправить роботов и отремонтировать вон пост-снабжение. Давайте, наверное, это сделаем. Он простаивает. Тем более, компоненты у нас есть и отправляем. Конечно, долго строится. Прямо очень долго. Но тут, конечно, возни каждый-каждый, вот просто малюсенький каждый блочек надо притащить, привезти, поставить, потом такое уже восстановить. Ну, тут, конечно, да. Возня намного больше, чем строительством обычных наших с вами заводов. Ну, здесь, да, надо будет подводить воду, но пока, видите, они лед так, скажем так, ручками закидывают. Поехал отвозить этот самый товар. Поехал потихонечку ремонтировать все. Причем не один, а еще три дрона с ним. Три робота. У нас было 14, стало 11. Ну, а мы продолжаем строить. В общем, он просто отвез, все там якобы сделали, и ни привета, ни ответа, ничего, просто возвращаются. Ну, как бы закрывается точка. То есть, даже никаких бонусов в виде технологий мы не получили. Даже спасибо не сказали. Тут что-то нашел. Угу. Тоже топливо. Нам осталось, по сути, открыть только три точки, вот эти. Раз, два и три, и все. Двойные двери прикольно выглядят. Кто-то там собирается вообще через них пройти? О, это было слишком быстро. Я не успел, подожди. Во, шикарно. Сюда мы добавляем нашу лабораторию социологии. То есть, зеленая лаборатория. С одной стороны и с другой стороны. По поводу, кстати, гидрофонной фермы, гидрофонной фермы, она у нас занимает, смотрите, малое количество, да, но и требуется электроэнергия, поэтому, наверное, будем ставить ее где-то вот здесь, целый ряд. И сбоку можно будет добавить еще маленькую кухню, вот тут где-нибудь. И столик. А здесь места для отдыха будут, чисто кровати, двухъярусные, наверное. Завод электролиза. Значит, ты у нас будешь прямо как фонтан в самом центре, где-нибудь вот тут. Эти наши фабрики, господи, фабрики, эти наши лаборатории тоже готовы. Здесь все светится, электричество им не нужно. Ну, здесь, получается, будут просто проводить какие-то социальные, может быть, эксперименты, опыты, опросы, хрен его знает. Тоже готово, да, заработало, шикарно, качает. Мы тогда здесь попробуем сейчас как-нибудь организовать им досуг, например, бар поставим вот сюда. А, нет, ну, стоп, здесь прямо как-то очень, прямо очень плотничком. Ну, как-нибудь, наверное, вот так попробуем с этой стороны тебя бахнуть. Что-то, кстати, он не отображается, да? Так, по поводу тебя, ну, он, кстати, квадратом встал. Значит, да, по поводу тебя сделаем во самом центре где-нибудь вот здесь. Хотя было бы, взяли, у тебя вообще какой-нибудь угол пиндюрить, но у нас там дверь находится. Это, по-моему, будет, наверное, не Камильфо, да, около двери ставить. Поставим вот здесь, с этой стороны, как раз-таки два блока от этой двери и два блока досюда. Затем поставим вот такие диванчики по бокам для отдыха, смотрю, с фонарями. Там что-то у нас еще, я видел, какие-то столы были, да? О, вот такие мелкие возьмем. Здесь. Так, мы потом поставим тебя... Так, мы поставим тебя здесь, здесь, еще один сюда и в придачу сюда. И за вами будет такая вот музыкальная... Хотя нет, не за вами, по бокам будут такие крутые музыкальные колонки. Растений жалко, нет. Поэтому приходится пока только так. Да, конечно, жалко, что нет колонистов. Для кого это делаю, непонятно, но так, честно, хотя бы посмотреть, как это выглядит. Ну, прикольно. Бар, кстати, потребляет еду. Охренеть! Нам надо 200 единиц накопить, а они забирают еду. Ну, дают роботы. О, и здесь у нас кафешечка готова. Милки-уэй кафе. Правда, здесь нарисовано шестерня, но мы ничего сделать не можем. А клапан отсюда, наверное, надо будет удалить. Поменяем местами. Ну, здесь в любом случае, как бы, да, уже есть приток воды, поэтому... Ну, как-то нет смысла. Единственное, это посмотреть по поводу самой... Самих труб. Так, они что-то не цепляются. А, ну их надо клапану, я понял. Это, случайно, не каркас у нас едет? Да, он самый шикарный. Так, сейчас можно будет достроить вот эту постройку, да, Центр управления полетами. Ух, как они быстрее построили, даже не успел посмотреть. Значит, что здесь требуется? А, ну это для посадки как раз-таки всех вот этих наших капсул, чтобы они могли разгружать ресурсы. По поводу электричества... А, ну уже подвели, да? Все работает. Осталось пару стеночек сделать, и, в принципе, все. А что здесь у нас требуется? Шестерня. А, ну у нас это все имеется, да? Тогда ставим первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую. Сбоку сделаем сразу кухню, чтобы всякую вкусняшку свежую можно было приготовить. Дальше здесь же, наверное, ее поставим. Так, я где-то тут видел, у них были столы. Вот этот, да? Он большой? А, он идеально сюда вписывается. Просто идеально. Как раз-таки для того, чтобы можно было перекусить. Затем мы с вами возвращаемся обратно вот сюда и ставим еще, наверное, целый ряд, да? А, ну точнее, целый... Ну да, целый ряд еще влезет. В центре тогда устанавливаем водный клапан. И добавим... Не знаю, два коннектора. Для красоты. Там достраиваем. А здесь тогда делаем им дальше. Им, главное. Никто сюда не прилетит. Но какая забота, да, о них. Значит, да, делаем точку для досуга и для отдыха. Первое. Это места для... Точнее, места, где они будут спать. То есть, получается, у нас разворот вот сюда. Раз. Два. Три. И здесь же мы, наверное, им добавим еще... Тут еще вентиляция, кстати, смотрите, требуется у нас, да? Хм, интересно. Ну, наверное, как вариант попробуем поставить тебя вот сюда. И здесь же мы поставим тебе... Это... Где-то я тут видел. Вот, игровое кресло. Даже две штуки сделаем. Раз и два. Хотя, наверное, не здесь. Вот тут. И еще поставим такой классный стул, чтобы они могли посидеть немножко почилить. Надо с электричным разобраться. Что-то у меня не хватает чуть-чуть. Сейчас мы это поправим. А здесь еще, смотрите, получается 8,5. Ну, к 4,5 делается конвертация пищи. Прямо на кухне. Сделаю небольшой дополнительный ряд солнечных панелей и аккумуляторов еще. У нас опять ночная смена. Выходная будет. Поэтому поставил на удаление все, что было. Такт и база прикольная получается. Конечно, еще есть над чем работать. Есть какие-то легкие недоработочки. Но все-таки не забываем. Это такая у нас бета-демки. Я более чем уверен. Я очень надеюсь, что, конечно, к релизу будет больше контента. Хотя здесь сейчас уже... Ну, прямо... Ну, сколько мы с вами тут серии сделали. Сколько мы с вами тут уже посидели. И столько всего интересного. И, в принципе, есть чем копошиться. Мне надо, наверное, пятак сейчас наших роботов. Хочу их поменять на шахтеров. Для того, чтобы здесь сделать такой маленький проходик для конвейерной ленты. Хотя, стоп, а зачем мне надо делать маленький проходик? А, ну все правильно. О мне и надо. Да, чтобы вот здесь можно было сделать выгрузку. То есть вот этот блок мне надо отсюда удалить. О, как. А, подожди, стоп, это мимо. Во. Вот так. Почти не мимо. Надо поменять местами вот это. Все, пускай строят. Здесь пробурили. Единственный вопрос, хватит ли мне сейчас вот здесь вытянуть плюс одну единицу по ленте. Это будет стоить, наверное, до хрена и больше. 16 тысяч. Так, плюс не требуется. Сюда переход. И здесь выход. Поворот. Поворот. Вот сюда. А, там столб стоит, да? Так, сейчас мы... А, ну мы не можем поменять его местами. Хорошо, пускай будет у нас зигзагом таким. Хотя нафиг. Я по-другому сделаю. Вот тут сейчас уберем кусочек. И туда как раз какие-то туннели сможем спрятать. Во. Совсем другое пальто. Так, ребятки, вы можете спокойно разбираться. Тебя мы заводим сюда. Здесь мы делаем выход. И, соответственно, вот таким вот образом проводим весь наш кабель. Ой, точнее, всю нашу ленту. И лед теперь будет туда поступать. Нам требуется 26 тысяч. Надо что-нибудь продать. А что мы можем продать? Да до хрена, что мы можем продать? Например, сталь. Раз. И два. Они, правда, сейчас заняты немножко другими делами. Они аккумуляторы строят. Но мы не торопимся. Лед. Так, не то. Поехали дальше. Я, знаете, что тут задался вопросом. А когда у нас тут сейчас начнется производиться еда и все такое. А кто будет на кухне-то работать? Вообще, эти помещения для людей. То есть мы не сможем производить пищу по логике вещей. У нас дроны же не могут это делать? Нет, это помещение исключительно для людей. Тогда у нас вариант надежды отпадает. Нам надо будет найти в силу необходимости отключить эти установки с помощью ровера. Так, походу, надо походу сюда иначе сделать. Тут у нас можно будет получить титан и редкоземельные минералы. А здесь? А здесь надо что-то притащить. Понятно. Так, тогда что касается ровера, возвращаем тебя на базу. Потому что мы все квадраты открыли. Ты нам что привез? Сейчас посмотрим. Угу. Если мы выбираем, получается, в силу необходимости установить, расположенные на севере. Установки, точнее, расположенные на севере, юго-западе и юго-востоке от комплекса. Комплекс Атлантида здесь. Получается, север это наверх. Мы сюда шуруем. Юго-запад куда-то вот сюда. Но это явно не лаборатория. И где-то вот здесь, наверное, да? Аккумуляторы почти что все построили. Слушайте, у нас перезаряд, вы посмотрите, какой охренеть. Просто забей. Энергия наверняка не кончится. Особенно, если добить еще целый ряд солнечных панелей. Сколько нам требовалось? Ага, 26500, у нас 28000. Отлично, ставим. Сейчас лед у нас будет туда отправляться сам, да? О, кстати, ровер, а ты не добирайся до сюда. Давай где-нибудь вот здесь попробуем просканироваться. Модуль, мне не хватает воды. Вот самый интересный момент на самом-то деле. Вроде как был здесь лед, производилась вода, но это все не распространялось. Сейчас, конечно, попробуем еще раз проверить. Просто когда нажимаешь, установка труб, моргает один, видите, синенькая такая рамка вокруг экрана. И больше ничего не происходит. То есть нет коннектора. Ну, ладно, к этому я не буду докапываться. Все-таки бета-демка, поэтому, ну, возможно, какие-то проблемы. Сейчас, конечно, посмотрим, что будет по итогу, когда до сюда дойдет лед. Но я сомневаюсь, что это как-то повлияет на работу самих вот этих соединителей, да? Ну да, не повлияло. Так, а здесь у нас, кстати, есть хранилище воды. Может быть, надо его как-то отдельно здесь пиндюрить? Только после этого уже штука начнет работать. Я, наверное, даже сделаю сейчас эксперимент. Поставлю две штуки. Одну сюда, а куда-нибудь одну вот сюда. По ресурсам-то ерунда. Мне хочется посмотреть, как это будет вообще работать. И с какой точки будет работать лучше. То есть с улицы, да? Либо с внешней, либо с внутренней. Так, мы здесь сканируем территорию. Что-то тут у нас есть. Давай сюда. Значит, готов иметь в себе 50... 50 тысяч литров, да? Ну-ка. Да нет. Он не хочет соединяться. Ну ладно. Ага, первая точка найдена. Третья силовая установка. Значит, сканирование. Говорит капитан Надежда 2. Мы только что потеряли электропитание в одной из установок на поверхности Луны. Все системы перешли в резервное питание. Мы находимся в критической ситуации. Директор, прошу вас поторопиться. Ситуация ухудшается быстрее, чем я думал. Я понимаю. Я даже догадываюсь. Кто виновник данных ухудшений и обстоятельств. Ну а что могу сделать? Задание надо выполнить, а вода сегодня поступает. Угу. Нашел еще одно. Это уже вторая силовая основка, которая перестала функционировать. Мы вынуждены отлучить освещение и находимся в полной темноте. Директор, прошу вас скорее, иначе скоро уже будет некого спасать. Да, конечно, обидно. Обидно, что вот... То есть мы берем проводку электричества, видите, появляется, а трубы нет, не коннектится. Ну ладно. А вот и север. Говорит капитан Надежда 2. Мы пережили крушение орбитальной станции, аварийную посадку и сейчас находимся на территории научного комплекса Атлантида. У нас пропала электроэнергия вследствие аварии. В группе выживших находятся добровольцы, кто решился выйти наружу и попытался устранить поломку своими силами. Нас осталось 13 человек. Мы можем сказать, сколько земных суток мы провели в полной темноте и, скорее всего, следующие сутки не переживаем. Если вы нашли эту запись, передайте новость о нашей судьбе родным, что мы не считались пропавшими без вести. Внутри комплекса вы найдете носитель с данными, который содержит информацию о последних минутах перед катастрофой на Луне. Официальная версия КРАС всего лишь обманка. Данные это доказывают. Ближайший астероид был на расстоянии нескольких световых лет от... Директор, вы поступили правильно. Эти люди не понимали, какой информации они владеют и какова ее роль. Вы не только смогли получить ценные навигационные данные, но также могли бы сохранить стабильность на Земле. Невероятная и противоречивая информация о недавней катастрофе лишь усугубит ситуацию. Но я точно могу сказать одно. С такими темпами ваша компания станет лидером сферы освоения Луны КРАС. Конец связи. Так, а, ну у нас теперь все. Директор, я надеюсь, вы понимаете, что вы сделали. Все эти люди мертвы вследствие ваших действий. Надеюсь, на это была весомая причина. Ну и как бы вроде все, да. Ну, я прекрасно понимаю, я изначально хотел сразу им помочь, но что могу сделать, если у меня тут вода не соединяется. Такие вот дела. Но мне игра в любом случае дико понравилась. Я думаю, наверное, дальше уже нет смысла здесь это все копошить. Все постройки сделали, технологии изучили. Задания тоже выполнили. Ну и, в принципе, по сути-то, наверное, все, да. Ждем обновлений, ждем полную версию, ждем колонистов. И 100% будем здесь с вами залипать. Несмотря на какие-то мелкие проблемы, мне очень интересно услышать ваше мнение итоговое по данной игре. Нравится она вам, не понравилась. Будете приобретать, будете в ней залипать. Но мне кажется, однозначно очень годный проект. Тем более на фоне того, что сейчас в последнее время выходит. И это при условии, что это только демка. Все. Всех обнял, поднял. Пока.